Коллеги, всех приветствую! 26 марта вторник записывает для вас актуальный видеоролик и по биткоину, и рубрика «Острые темы», только максимально важные, актуальные ваши вопросы, основываясь на том, что вы прислали моим менеджерам, плюс участники премиум, что прислали для прямых эфиров, я это все собрал в кучу и буду отвечать. Тем не мало, пожалуйста, смотрите, тут даже, думаю, больше 20, больше 20 точно есть, смотрите, слушайте, опять же, как вам удобно, как вам удобно, так и поступайте, не хотите, не смотрите, никто никого не заставляет, естественно, не слушайте, но тем не менее я отвечу в этом видео на часто задаваемые вопросы и темы, которые действительно являются актуальными на сегодняшний день. Начнем мы с самого простого, на мой взгляд, это график биткоина, недельный таймфрейм, стоимость актива 70 тысяч долларов плюс все еще, да, и, конечно, присылают некоторые, ну, часть аудитории, конечно, присылают графики и говорят, что вот биткоин стоит 70, стоит ли выйти, а может быть здесь разворот, а у нас вот здесь пин-бар образовался, да, 11 марта, как когда-то там. Вот, и сигнал или это на разворот. Вот, вкратце, опять же, повторяясь, потому что уже было это, все же можно сделать, конечно, вывод о том, что у нас вот-вот, вот-вот начнется нисходящий тренд, там, допустим, с движением 50 тысяч долларов, ну, по крайней мере, увидеть хотя бы один сетап. Сетапов нет. Шанс был 18 марта на свечке закрыться ниже открытия, точнее ниже экстремума минимума свеча от 11 марта, но здесь, здесь этого не произошло. Здесь нет ни одного сетапа на то, что все кончено, там, разворот, мы идем на 50 или на 5 тысяч долларов здесь, этого не наблюдается. Кто-то скажет, естественно, это логично, посмотрят на вот эти пики, эти пики и озвучат сам факт того, что здесь у нас начался нисходящий тренд или вот этот негатив. Ну, по крайней мере, смотрите, вот здесь несколько сетапов, здесь у нас тот же пин-бар, это 18 октября 2021 года, потом еще один пин-бар, это 8 ноября 2021 года, потом идет поглощение либо PPR одновременно, то есть здесь как минимум 2-3 сетапа на разворот есть. Стоит ли сравнивать текущую проторговку с этой, с фундаментальной точки зрения, я считаю, что нет. Здесь мы были на пороге ужесточения денежно-кредитной политики всех центральных банков, всех центральных банков, да, и все же у нас восходящий тренд. Здесь, ну, мы не берем самые низы, естественно, биткоин по доллару и все в этом духе, но тем не менее с 5 тысяч долларов биткоин вырос более чем 10, более естественно, чем 10 раз, но хотите, берите с 10, если вам только удобнее, тем не менее, уже происходил в протяжении многих месяцев этот глобальный восходящий тренд. Вот здесь биткоин рухнул на китайском фаде, потом выровнялся, так скажем, со значениями фондового рынка, здесь на самом деле копия вообще индекса Russell 2000, может кто знает, да, если вот этот китайский фад убрать, то Russell 2000 также прошел, здесь был пик у Russell 2000 в эти же даты, здесь был пик, вот этого всего не было, на новостях прошло движение вниз, дамп, потом мы выровнялись, и уже потом по всем рынкам, естественно, уже, ну, и так видно постфактум, да, и тогда мы эту тему неоднократно поднимали, что впереди цикл ужесточения ДКП, нисходящий тренд, ну, соответственно, это здесь и началось. Ну, и в то же время я запускал видео с превьюхами, да, то, что фьючерс на ETF это зло, но это была не одна из причин, почему мне виделся период начала нисходящего тренда, да, я повторюсь, и в то же время ужесточение ДКП от Федеральной резервной системы, окончание эпохи вертолетного бабла, стимулирование экономики, да, и выход из этого периода пандемии уже, так скажем, в обратную сторону, да, то есть самый-самый негатив, он должен был проявлять себя. Паул здесь тормозил, Джером, глава ФРС, да, у него там инфляция была временная, все в этом духе, но тем не менее мы видим, что... что по факту он оказался неправ, ФРС, конечно, так скажем, ошиблась. Сейчас в конспирологические теории и дебри вот эти входить не будем, да, что ФРС и так раньше все время ошибались, но тем не менее, потом все вставало на круги своя, давайте эту тему опустим и пойдем дальше. Какой можно сделать вывод по графику, так скажем, некоторое резюме, то, что здесь и сейчас мы имеем лишь одну негативную свечу, ну, как негативную, негативную, потенциально разворотную свечку от 11 марта. Такая же потенциально разворотная свеча, ни сетап, ни два сетапа, ни 22 паттерна или еще что-то в этом духе, это происходило также и 8 января, когда приняли спотовый биткоин ETF, вот здесь, вот, я озвучил зону интереса для откупа битка, для тех, кого не было в 23-м, это 40 тысяч долларов, но, соответственно, вы видите, на одной свечке здесь мы не увидели какого-то дампа. дампа, да, то есть разворота, вот, ну и мои тезисы на тему, и, может быть, тезисы других публичных деятелей, кому вы, может, доверяете или не доверяете, но смотрите, да, на тему, что это все еще не конец, и принятие спотовый биткоин ETF, запуск непосредственный, это не бычья ловушка, вот, ну и по итогу биткоин вы видите за 70 тысяч и выше, то есть это уже, я думаю, ну для многих стало очевидно. С психологической точки зрения, с точки зрения money management, управления своим капиталом, управления осознанное своей жизнью, конечно, вас не должно волновать, что вообще происходит на графике, стоит биткоин 70, стоит ли биткоин номинация на отметке 53-55%, есть у нас альтезон, нет альтезона, в первую очередь мы поступаем, исходя из того, что нам требуется, подчеркиваю, в реальной жизни, требуется забирать деньги, забирайте деньги, при 2х, при 2х, при 2х, при 50%, при 50%, не нужно натягивать там и сову на глобус, не нужно подстраивать крипторынок под вашу реальную жизнь, с текущими проблемами, у кого жестче, у кого нет, не стоит этим заниматься, я уже рассказывал эту историю, может быть скользь, вот допустим, пример из моей жизни, мой опыт, когда я в крипте был меньше года, или почти год, там в январе, да, в январе 18-го уже там год наступил, как я был в крипте, покупал активы, вот здесь я сидел с товарищем, который меня в начале 17-го привел в крипторынок, сидели мы, то ли на кухне, я сейчас не буду вспомнить, то ли на кухне, то ли у него дома, то ли в ресторане, честно не вспомню, вот, и рассуждали на тему, а сколько у нас будет денег ровно через год, в начале 19-го, мы досчитались до миллиарда долларов, да, начало 19-го года, что у нас было в начале 19-го, биткоин стоил, сколько здесь он стоил, 4 тысячи, да, стоил 20, да, или 18, начал стоить 4 тысячи долларов, конечно, розовые очки, так скажем, не то, чтобы я снял ровно через год, да, то есть мне скорее с ноги в табло двинули, и, соответственно, эти розовые очки рассыпались в разные стороны, вот, поэтому, конечно, не стоит этим заниматься, не стоит планировать, исходя из того, что еще, чего еще не произошло, действуем исключительно в рамках плана, в рамках реальной жизни, я советую всем на 365 дней вперед, соответственно, планировать свой, так скажем, свое финансовое будущее, да, то, что требуются деньги, я, ну, приводил примеры довольно-таки банальные, да, то есть, допустим, требуется платить ребенку образование в ноябре или в сентябре 2024 года, этого года, отложите заранее деньги, можно забрать 2x, тем самым у вас уже будут на руках эти деньги, да, для вашего чада, то поступайте таким образом, естественно, вот, не нужно думать или успокаивать жену, но, как я в прошлом видео, да, или позапрошлом приводил в пример, да, что вот, аль сезон впереди, у нас там биткоин-доминация 53-55%, вот, подожди, потерпи, покушай воздух, да, то есть, походи, не по сезону, так скажем, на улице, да, у нас впереди наше светлое финансовое будущее, этим не стоит заниматься, поэтому, конечно, вы можете все отбросить, не смотреть никакие видеоролики, не зацикливаться на том, что я говорю или говорит кто-то еще, действуйте так, как вам, как диктует жизнь, да, то есть, так же со своей стороны, если мне завтра потребуется, там, продать 50% альткоинов до 40-41% номинации по биткоину, до аль сезона, до пиков глобального аль сезона, легко, легко я это сделаю и, конечно, я так поступлю абсолютно без каких-либо мыслей о том, что вот, я продал там половину портфеля только потому, что там, я не знаю, что-то мне требуется здесь и сейчас, потребуется, продам, вот, поэтому, пожалуйста, давайте дружить с головой, давать себе отчет в том, что делаем, вот, и не опускаться во все тяжкие, потому что, опять же, рынок сегодня дает, да, завтра, соответственно, легко отберет, вот, и не нужно подстраивать, опять же, повторюсь, ваши хотелки, хочухи, мечты, да, под ваши текущие, да, или те финансовые цели, которые вам так или иначе необходимо реализовать на протяжении, допустим, этого года, то есть я рекомендую на 365 дней вперед планировать свое затраты, да, то есть, ну, давайте опустим проще затраты, вот, такой расклад по биткоину, я наблюдаю, я слежу, естественно, если будет сетап, если будет сигнал к тому, что до выборов в США, а они начнутся у нас в ноябре, весь движ основной, включая заседание, даже не заседание, а конференцию Джексон Холл пройдет в конце 20-х числах августа этого года, вот, и мне бы хотелось, по крайней мере, на сегодняшний день, с оговорками, которые я озвучил ранее, все же увидеть какую-то фазу, естественно, аль сезона до предвыборных вот этих движей, потому что, ну, движей, потому что все-таки выборы в США, учитывая текущий уровень геополитической напряженности, да, и текущий уровень баталий между республиканцами и демократами в самих США, естественно, у меня не вызывает там какого-то доверия или убеждения в том, что вот, четвертый квартал каждого года сильный для рисковых активов, то есть может все быть иначе, потому что статистика, это дело такое, сегодня она работает, завтра она, соответственно, легко не отработает, да, поэтому на статистику также особого внимания не обращаем, поэтому на сегодняшний день вполне вероятен сценарий с повышенным уровнем неопределенности, даже мы увидим, скорее всего, какой-то локальный или среднесрочный нисходящий тренд по биткоину, вот с каких значений, до каких значений в августе или до сентября дойдет биткоин, не знаю, посмотрим, глобальная некоторая убежденность, да, или скорее цель, которую я озвучиваю не здесь и сейчас, озвучиваю ее ранее, при 30 тысячах долларов, да, это 90-110, диапазон 90-110, я верю, да, то, что он будет достигнут, и, может быть, в этом диапазоне произойдет у нас та самая первая фаза восходящего тренда, потому что сейчас у нас фаза называется манипуляция головного мозга, до этого прошло две капитуляции, капитуляция не только на снижение, но и на росте происходит, включая там подпитку, так скажем, фундаменталом, да, там, допустим, принятие спота у биткоина ETF, или наоборот, там, крипторегулирование убьет рынок, и все в этом духе, в общем, понятно, это ясно, вот, но в то же время биткоин стоит 70, я не сторонник конспирологических теорий на тему, что биткоин, там, условно вырос, пусть будет с 20 до 70, чтобы потом упасть на 10, в этом был какой-то глобальный план великого манипулятора, я в это не верю, вот, и не верил ранее, и то же самое касается и того, что вы мне присылали, и присылаете по сей день, там, сентября 23 года, еще когда биткоин 25 стоил относительно тем, о том, что биткоин обнулят, ну, скорее мы уже ближе не к обнулению биткоина, а донулению, да, когда не за горами отметка, там, 100 тысяч долларов, и тут расти-то осталось совсем чуть-чуть, да, то есть, ну, буквально сколько там, 40% и все, вот ваши 100 тысяч долларов, пожалуйста, да, то есть, ну, то есть биткоин прошел, получается, с 15, там, на 330%, чтобы не дать 70 тысяч еще 40%, то есть, в этом заключается план, не совсем ясно, вот, никто не исключает коррекции, никто не исключает, тем более, если мы говорим о предвыборных, вот этих, предвыборном периоде, начало локального нисходящего тренда, но, тем не менее, я думаю, что мы все-таки попадем в диапазон 90, даже не 90, а 100 тысяч долларов плюс, и когда-нибудь, и не факт, что в этом году, увидим отметки и выше, да, то есть, и выше 100 тысяч долларов, прилично выше 100 тысяч долларов, я в это верю, могу ли я оказаться неправ, ну, конечно, у нас, у каждого, у каждого из нас есть некоторая вера, убежденность, даже если мы в рамках своего плана действуем, опять же, осознанно есть у нас некоторые темы, кухонные, да, кухонные, где мы можем пообщаться со своими близкими, там, с супругой, с девушкой, с ребенком на тему, а сколько будет стоить биткоин в будущем, вот я, если бы сидел с вами на кухне, да, там, за бокальчиком белого сухого, ну, озвучил бы 100 тысяч плюс, я считаю, что, если даже мы окунаемся в некоторую конспирологическую теорию, что все-таки большая игра крупного капитала, крупных игроков, там, тех же BlackRock или Larifing, это точно не диапазоны текущие, да, то есть я это не в первый раз говорю, и на 30, 40 тысяч, и на 25, это все тоже было, это было актуально, вот, преобулся ли я с учетом текущего движения в 70 с этой темы, ну, как видите, нет, то есть, а какие могут быть причины? Причина в том, что биткоин стоит 70, а не 30, но для меня это не причина, да, это третья фаза, манипуляция головного мозга, куда мы должны были прийти, и мы здесь оказались, фондовый рынок здесь оказался, акции Nvidia и других технологических гигантов здесь оказались, что в этом такого? Ссылаться на то, что раньше не было нарративов, а вдруг сейчас появился искусственный интеллект, раньше были нарративы, да, и раньше, и там, с 2000-х, и с лохматых годов, конечно, рынок акций, рынок рисковых активов на чем-то рос, не было раньше байбеков, были, то есть, опять же, оправдывать текущий рост о том, что вот там крупные технологические компании раздувают тему искусственного интеллекта, они тратят свои деньги на то, чтобы выкупать свои же акции, ну, это глупо, и раньше такое было, то есть, если раньше удобнее было, находясь в позициях, да, или откупив акции на дне, говорить о том, что, ну, это все закономерно, да, а когда вышел, когда прошли фазы капитуляции, здесь вышел, здесь вышел, на рынке акций вышел, да, то есть, уже это ненормально, это лицемерие, это двойные, тройные там стандарты, это не, нельзя так рассуждать, да, поэтому вышли и вышли в рамках плана, продали половину, или все продали хорошо, зона интереса, отметили здесь и сейчас, где вы готовы дальше действовать, не заходили в рынок, биткоин стоит 70, можно ли купить альткоины, и на 70, и на 40, 30, одно и то же, конечно, да, то есть, с учетом биткоин-доминации, вы можете на части портфеля приобрести альткоины, да, то есть, понятно, не нужно бежать там в те монеты, которые уже от зоны 27 на недельном таймфрейме дали, там 20 иксов или 10 иксов, вот, по крайней мере, нежелательно, скорее всего, я бы так не поступал, да, что же мне купить, пойду инжектив накуплю, или солану на всю котлету, да, которая уже хайпанула, и, соответственно, там есть этот рост экосистемы, я пойду туда, где уже все хорошо, вот, мне скорее интересно купить там, где ничего еще нет, или все плохо, или только-только начинается, но это я со своей стороны говорю, да, как мне интереснее, удобнее даже докупать монеты с учетом текущего, текущей стоимости по биткоину, а вы уже, конечно, решайте сами, я записываю видеоролики для вас в то же время, альткоины плейлиста, зайдите, абсолютно все актуально, смотреть, пожалуйста, то есть все плейлисте альткоины есть, здесь найдете для себя в то же время монеты, я не знаю, буду разыгрывать, определять победителя розыгрыша, озвученного в этом видеоролике, скорее всего не буду, поэтому можете еще перейти и поучаствовать, кому это интересно, вот, ребят, это по биткоину, в общем, еще, ну, некоторый итог подведем, давайте не будем заниматься самообманом, продали, продали, половину продали, окей, ничего не продали, хорошо, опять же, единственное, не занимаемся, я подчеркиваю и повторяюсь, самообманом, и тогда у вас все будет хорошо, тогда вам будет, как я говорил, и в тех же голосовых сообщениях, вам будет проще дождаться высоких целей, в 10 иксов, в 50, в 150, опять же, по разным активам, давайте перейдем к темам, которые я для вас собрал, так, тем немало, и я постарался здесь, конечно, ну, в некотором приоритете расставить, да, что людям интересно, какие мне теки, так скажем, темы, вопросы писали через менеджеров, первая, ну, абсолютно актуальнейшая тема, конечно, это Европа, потому что в Европе, вот, недавно распускали фейки, новости на тему, что все запретили, холодные кошельки с аппаратных, опять же, неконстодиальных решений нельзя отправлять деньги на криптобиржи, либо между друг дружкой, вообще владеть кошельком нельзя, а как же в аэропорт я поеду, если меня обыщут, и все в этом духе, что-то подобное, или плюс-минус, похоже, мне писали, писали моим менеджерам, да, и люди, ну, задавались вопросами, что дальше, вот, хедлайнер в канале Крипто Хедлайнс, все посты, кстати, все посты, которые вы здесь увидите, все темы, вы сможете с ними самостоятельно ознакомиться, я все оставлю в закрепленном комментарии, перейдете, посмотрите, то есть искать не нужно будет, все уже сделано за вас. В Европе нет запрета на анонимные транзакции кошельки, об этом написал, точнее разъяснил Патрик Хансен, ночной, так скажем, хедлайнер, это все на человеческий язык в канале Крипто Хедлайнс перевел, и все самые важные, главные тезисы он расписал. Вот, поэтому здесь, во-первых, прочитайте от А до Я, во-вторых, ничего нового в Европе, как я понял, из этого документа нет, да, то есть MLR, новая аббревиатура, да, ML Rules, вот, но это не крипторегулирование, это расширенная система ML, CFT, для учреждений со статусом, ну, короче, если проще говорить, для учреждений, которые обязательны к отчетам, к регулированию, то, что эти учреждения вообще в целом, давайте проще еще, не могут появиться из ниоткуда, да, и не регулироваться, и ничего, то есть какие-нибудь компании, провайдеры услуг криптоактивов здесь написано, это может быть криптобиржа, это может быть какой-нибудь обменник, и все в этом духе в Европе, то есть, естественно, там, ML, KYC, это все давно введено, и не первый день, криптобиржи не могут обслуживать анонимных пользователей, и при транзакции, там, в тысячу евро уже могут проверить вашу личность, это тоже актуально стало не сегодня, это было актуально и вчера, это не только актуально в Европе, вот, поэтому, ну, в целом здесь нет никаких запретов, и, конечно, здесь, ну, опять же, вот вывод, да, то есть этот документ и то, который начнет действовать, там, летом 2027 года, после публикации, он не запрещает переводы с кошельков с самостоятельным хранением активов, Ledger, там, SafePalm, MetaMask, Oak их свалят, любые другие аппаратные кошельки, он нет такого запрета, да, то есть он не запрещает самоиспользование таких кошельков, если вы будете находиться в Европе, переводить друг дружке, криптовалюту, ну, таких запретов нет, если вы с неконсидиального, так скажем, с, как сказать, криптовалюту, которую самостоятельно храните непосредством, опять же, вот этих компаний, то есть еще раз, биржа, ну, какая-нибудь другая компания, которая хранит вашу криптовалюту, если вы с ними будете взаимодействовать, то, естественно, с вас могут спросить, а кто вы, что вы, да, и как вас зовут, сколько вам лет, естественно, покажи паспорт, там, водительские права, и все в этом духе, но это было и актуально не, опять же, даже не вчера и не год назад, это уже сколько есть, и то же регулирование под аббревиатурой МИКа, вот, это, это есть, вот, ограничения с переводом, там, в 10 тысяч евро, это тоже было, и в ряде стран это уже много лет, действительно, да, я про, про те же, там, 10 тысяч долларов, да, как здесь, вот, написано, вот, же наличным, действительно, ограничена сумма в 10 тысяч евро, могут ввести и более низкий лимит в ЕС, это есть и в Европе, это есть и в США, то есть, ну, такое присутствует, в общем, кто находится в Европе, какие еще могут быть опасения, ну, реальные примеры, опять же, реальные вопросы, я вам их озвучиваю, человек, ни один, причем, ни одно сообщение подобное получил, находился в России, да, или там, в России, там, не помню, в Узбекистане, вроде бы, да, и переехал в Европу, жить в Европе, вот, и он, соответственно, задается вопросом, а что если, что если, соответственно, ведут санкции на страну, ну, опять же, в рамках гражданства, да, в рамках гражданства, там, если подбить IP-шники, подбить все данные, то выяснится, что вы этот криптокошелек купили у себя на родине, потом с ним приехали, допустим, в Италию или Германию, и что будет? То есть, вам все заблокируют, вы не сможете вывести эту криптовалюту, и, ребят, нет, еще раз, аппаратный кошелек или неконстодиальное решение наподобие MetaMasca, Okix Wallet, все в этом духе, и что-то похожее, это все интерфейсы. То есть, да, интерфейс действительно можно заблокировать, у меня даже был видеоролик «Защити MetaMask», открытый мой канал, первая ссылка в описании к этому видео, послушайте, посмотрите, ну, лишним 100% не будет. То есть, к вопросу о том, заблокируют вашу криптовалюту или нет, можно ли вообще заблокировать на том же MetaMasca, допустим, то есть, еще раз, аппаратный кошелек и MetaMask, и все в этом духе, другие браузерные крипторешения, это все интерфейсы. Вот, естественно, заблокировав узел, допустим, как может сделать та же инфура, да, если мы говорим про MetaMask, вы перейдете на другие узлы, RPC их называют, не хочу усложнять, просто поменяйте узлы, RPC, повторюсь, посмотрите вот этот видеоролик, и все. Вот, вопрос решен, по большей части. Вот, и не по большей части тоже решен. То есть, допустим, представим ситуацию, сейфпал у вас на руках, в правой руке, в левой там Ledger, и, соответственно, Ledger сейфпал вводит санкции для граждан России, соответственно, там все эти приложения, скачанные с App Store или с Google Play, они перестают работать. Что тогда в этом случае делать? Вот прямо в моменте я вам сейчас альтернативу давать не буду. Я запишу обзор, скажу, ребят, смотрите, Ledger, все, у вас превратился, ну, грубо говоря, в кирпич, да, это, ну, неправильно так говорить, но тем не менее. Вы не можете провести транзакцию. Соответственно, я предложу вам решения, официально открытые, да, при которых вы сможете открыть свой баланс, где вы сможете воспользоваться этими самыми независимыми, ну, пусть будет децентрализованными, RPC и просто пользоваться и дальше своей криптовалютой. Да, это может быть уже не Ledger приложение в телефоне, это может быть и не сейфпал, но альтернативы, они есть и будут мной предоставлены для вашего обозрения. Вот, может быть, в публикации в канале Trader 80 на 20 я оставлю, может быть, в Crypto Headlines, вторая ссылка в описании, здесь будут выходить эти, так скажем, альтернативы, все будет, поэтому главное, не потеряйте сидфразу. Это самое главное. Если вы потеряли сидфразу, что очень важно, что сделал один мой близкий, вот, что он сделал? Сидфраза была уничтожена. Да, я не помню, то ли сгорело, то ли что-то у него потом было, и то, и другое, не суть. Все, сидфразы нет. У тебя есть что? Мобильный телефон, у тебя есть приложение сейфпал, у тебя в мобильном телефоне, соответственно, все есть, да, весь твой баланс. Ну и, соответственно, где-то спрятан или в кармане у тебя торчит сам аппарат. И знаете, что он сделал? Вот, он потом мне позвонил, спросил, как восстановить крипту. Вот, но он от злости разбил свой мобильный телефон. Он огорчился факту, что сидфраза уничтожена, он подумал, что всей криптовалюте хана, да, что все, ничего не восстановят и так далее. И от злости разбил свой телефон. Вот. Потом купил новый, скачал приложение, естественно, сейфпал, естественно, он запросил у него сидфразу, естественно, как вы поняли, ее нет. Что в таком случае можно было сделать? Для многих людей это элементарно, но не для всех, поэтому я эту тему поднимаю и надеюсь на вашу, как сказать, отзывчивость, да, по крайней мере, поставить лайк, для кого это важно, для кого это актуально. Вот. Или написать комментарий. Конечно, нельзя было разбивать телефон. Естественно, потому что телефон есть, это уже хорошо. Аппарат не уничтожен, это уже хорошо. Ты можешь всю криптовалюту со своего сейфпала перевести на свое новое устройство. Но если у тебя уничтожена сидфраза, и у тебя уничтожен телефон, то все. До свидания. Ну, если нельзя восстановить телефон, понятно, да, и то не сбив там все приложения и так далее, что все, кэш, мэш, это все осталось, ну, конечно, ты уже не восстановишь криптовалюту. И он не восстановил криптовалюту. К сожалению. Поэтому сидфразу тоже не храните в одном месте. Должны быть пути отхода, ну, какая-то альтернатива. Кто хранит вашу сидфразу, допустим, это должен быть не один человек, если вы доверяете своим близким, или там где-то прячете и все в этом духе. Вот. И, конечно же, не бумажный носитель. Естественно, на бумажке написать, на туалетной и закинуть там в тот же сейф, пусть будет даже сейф, не актуально. Пожалуйста, потоп, до свидания, да, какой-нибудь. Да, есть там герметичные, еще что-нибудь в этом духе, но тем не менее. Вот, потоп или пожары, и что дальше? Запоминать сидфразу, вот в премиуме мы разбирали, задавали вопрос, самый лучший вариант сохранения своей криптовалюты, это просто выучить сидфразу наизусть. Вот, как бы это страшно не звучало, я этот вариант отверг по причине того, что если, допустим, представьте, сидфразу запомнили только вы, и, соответственно, попадает, ну, происходит какой-то несчастный случай, да, то есть, что дальше? То есть, получается, сидфраза и устройство может быть уничтожено, сидфраза в голове, устройство, соответственно, ваш телефон разбился, да, что дальше? Какое, ну, наследство, да, по факту вы оставите? Да, как эту сидфразу вы вынуть из вашей черепушки? Да, это страшно, это неприятно звучит, но тем не менее, это не лучший сценарий для того, чтобы сохранять свою сидфразу. По крайней мере, если вы ее запоминаете, это должны быть и вы, и кто-нибудь, кто не находится с вами, и не катает каждый день, там, элементарно, на автомобиле, да, куда-либо, вот, или не выходит на улицу, да, и кирпичи на голову падают, поэтому здесь над этим тоже стоит задуматься, естественно. Дальше, РФ санкции тоже завалили немного сообщениями о том, что вот там новые санкции, комикс закрывается, что делать вообще, как битпапа там, обменник, в чем подводные камни? Подводные камни я озвучил, я еще раз, конечно, сейчас, ну, коротко пройдусь, допустим, и бездопустим, есть факт выполнения международных санкций криптобиржами, да, то есть, централизованными криптобиржами, это Bybit, Ogex, там, Hobby и другие, вот, не все на сегодняшний день криптобиржи, естественно, могут выполнять, исполнять эти международные санкции, ОФАК их называют у нас в народе, так скажем, вот, но тем не менее, я бы рекомендовал, используйте вы BitPAP, обменники, любые на BestChange, или тот же GrandTex, уточнять у них, куда вы можете отправлять эту криптовалюту для того, чтобы проводить какие-то там торговые действия, да, что-то продать, что-то купить и так далее, потому что если вы повезете, поведете деньги с GrandTex на криптобиржи, которые исполняют, выполняют санкции, да, соответственно, под водным камнем может быть факт, связанный с тем, что произойдет блокировка, я об этом уже писал, и даже Лебедев, Лебедев, или какую-нибудь фамилию, я могу, могу ошибаться, могу ошибаться, да, наверное, не найду, не вспомню фамилию, глава GrandTex, то есть надо запрашивать, говорить, вот там, я у вас там, допустим, купил что-нибудь, я часто ни разу не использовал эту, не пользовался услугами этой компании, но тем не менее, необходим, конечно, ну, какое-то понимание, да, куда вы можете ввести эту крипту, потому что если вы поведете с GrandTex эту криптовалюту, допустим, на Bybit, или на Okix, еще куда-нибудь, то вам ее могут заблокировать, потому что это компания, которая выполняет международные санкции, да, не все, может быть, но тем не менее, и те компании, или те централизованные биржи, которые на сегодняшний, даже не день, а час, не выполняют эти санкции, соответственно, при вашем последующем переводе, может быть такое, что ваше средство просто заблокирует, вот, и необходимо работать, естественно, с поддержкой, и пытаться эти деньги, соответственно, вывести, вот, это что касается санкций, поэтому за санкциями, в крипто-хедлайн, для кого это актуально, опять же, и список тех же организаций, которые попадают под эти санкции, следите, обязательно следите, в канале крипто-хедлайн, вторая ссылка, комикс, крипто-биржа закрывается, ну, хоть и не скамится на том, спасибо, да, потому что были случаи, ну, скамы, понятно, я сейчас далеко ходить не буду, тут GFTX, вот, биржа закрывается, все операции постепенно остановятся, там, с 25 марта по 10 мая, честно, я удивлен, я не удивлен, не потому что, как сказать, не потому что у нас очередная, так скажем, биржа закрывается, или, ну, то есть, что-то удивляться, опять же, спасибо, что не скамится, да, я удивлен, потому что все же мне казалось, что, и казалось, и есть такое убеждение на сегодняшний день, что кто попал, любой, естественно, бизнесмен, у которого есть деньги в России, он просто не может взять и выкупить бизнес Binance, я считаю, что это, ну, определенные люди, сейчас не будем конкретизировать, но, тем не менее, рынок криптовалютный, это вам не базар, да, то есть, где-нибудь в регионе России, на соседней улице, естественно, это очень большая база для получения и персональных данных, и база для получения, опять же, и персональных данных, как я сказал, или получения всех ваших действий, да, на криптобирже, в данном случае, комикс, все, кто с Binance ушли, вот, соответственно, там продолжают свою деятельность, на этой криптобирже, вот, я эту тему неоднократно затрагивал, тем более, тема связанная с Binance, я сейчас не буду вам это все дело, опять же, показывать, из раз в раз, просто в поиске трейдера 80 на 20, можете написать слово Binance, я здесь удивлен, кто окажется следующим, в кавычках, покупателем, посмотрим, не знаю, то есть, будет ли разница, комикс это, или, или какой-нибудь другой лейбл, ну, не имеет значения, не имеет значения, на мой взгляд, опять же, любой желающий бизнес, так скажем, эти аккаунты у Binance, естественно, не откупит, уже и у Binance, и у комикс, потому что переход не состоялся, на все 100%, и биржи Binance, они писали анонс, заявляли о том, что они все еще ищут покупателей, и так далее, ну, посмотрим, как это все обыграют, может быть, обыграют, блин, даже не могу это произносить, слух, может быть, обыграют в пользу СПБ биржи, вот, почему не могу произносить слух, спросите вы, ну, они же, что, что произошло, санкции, блокировка акций, международных акций, да, то есть, сейчас люди, которые заходят в тот же Тинькофф, либо еще куда, через другого брокера, они не могут продать акции, потому что они просто заморожены, а хедлайны на тему того, что СПБ начнет работать с криптой, они появлялись, поэтому может ли это быть СПБ, может быть СПБ, повторюсь, разница, ну, несущественная, вот, просто смена лейбла, зачем это делают, ну, посмотрим, может быть, есть в этом какой-то большой смысл, может быть, важно комикс заменить на это самое СПБ, вселить веру в людей, не знаю, обкешиться в акциях СПБ, не знаю, то есть, я в этой игре не участвую, я СПБ акции, тем более, не покупал, и вообще российских акций у меня нет, не знаю, конспирологической теории может быть две, а может быть 22, вот, на мой взгляд, нет никакой разницы, закрывается комикс или нет, соответственно, откроется под любым лейблом, и в любом случае, я думаю, что это устроили, устраивают одни и те же люди, потому что обычному честному трудяге, трудяга, трудяга обычно и честно не купит, конечно же, криптобизнес, но тем не менее, если мы говорим просто про бизнесмена, да, который вырастил сам себя там с нуля, в России у него есть действующий бизнес, у него есть там какие-то миллиарды, да, или миллионы рублей или долларов, ну, маловероятно, что ему дадут просто взять и выкупить эту, этот лакомый кусок, это мое мнение, это не какое-то уникальное мнение, я не говорю, что оно сверхуникальное или необычное, оно логично, для меня, по крайней мере, для кого-то нет, кто скажет, ну, вот так получилось, комик закрылись, не получилось, не фортануло, не это, никак, да, то есть, ну, что делать, вот, бизнес накрылся, такое бывает, ну, как бы, я не думаю, что это просто потому, просто потому, что у них там что-то не вышло, вот, и они решили закрыться, сомневаюсь, думаю, что это, еще раз, подведя итог, вывод, это некоторый, может быть, ребрендинг, да, но с учетом того, что именно вот надо, необходимо закрыть комикс, значит, это будет скорее какой-то известный лейбл, может быть, СПБ, может быть, московская биржа, я не знаю, объявит о том, что они открывают, выкупают бизнес у Binance, посмотрим, у меня такие версии, так скажем, ход рассуждения, пища для ума, вы свои мысли, если хотите, можете написать в комментарии к этому, в комментариях к этому видеоролику, вот, это что касается, по комикс, по России, еще есть подвижки в пользу, опять же, использования на майнинг биткоина, и сегодня, вот, кстати, свежая совсем новость выходила о том, что Минфин, ЦБ России, Росфин Монитоник, согласовали позицию по криптовалюте, вот, Минфин выступает за конструктивное, экономически эффективное регулирование, а не за полный запрет криптовалюту, уже в эту сессию, Госдума может рассмотреть, соответствующий законопроект, Минэнерго, предлагает признать майнинг экономической деятельностью, установить для майнинг фирм промышленный код АКВЭД, ну, посмотрим, какой озвучит к этому АКВЭДу налог, налог, посмотрим, вот, что касается выйти из тени, я эту тему время от времени затрагиваю, на мой взгляд, российским регуляторам, или властям России, если у них есть желание, выдернуть, так скажем, большую часть людей, которые не уехали из России, они находятся, в то же время они могут являться и долларовыми, или миллионерами в крипте, но, тем не менее, не переезжают, чтобы они вышли всецело, на мой взгляд, да, субъективно, так скажем, из тени необходимо дать окно в 6, там, в 9 месяцев, для того, чтобы они совершили, так скажем, успешные криптоны, да, российские, или в любой стране СНГ, в принципе, совершили, ну, некий, я не знаю, финансовый крипто-камин-аут, и сказали, что вот у меня есть там, условно, 3 миллиона долларов в биткоине, вот, я готов их задекларировать, дайте мне, пожалуйста, ну, соответственно, погнали, да, но при этом они начнут выходить из тени, при ставке налогообложения, льготный, какая-то льготная ставка, в какой-то период, на мой взгляд, ну, должна быть, если ее не будет, то, скорее всего, ну, как бы, с огромным желанием собрать огромное количество налогов, а налогов требуется собрать в 24-м году, насколько я знаю, больше этот вариант, либо девальвировать свою национальную валюту, либо, я не знаю, рожать как-то эти деньги, вот, соответственно, необходимо это самое окно, и ставка, я думаю, не более 6%, в идеале 4, как у самозанятых, в идеале 4%, под 4% действительно получится, так скажем, вывести в свет большую часть аудитории успешных криптонов в России, вот, ну, и, соответственно, собрать налог, да, собрать налог, узнать, кто эти люди, что эти люди, да, и как они заработали, почему они заработали, я уже не знаю, дальше я уже не пойду фантазировать, там уже законы напишут, соответственно, за нас, вот, поэтому, на мой взгляд, если вдруг, меня смотрят люди, которые приближены к Минфину, в США, хотел сказать, Минфину России, или ЦБ России, или Росфиномониторингу, или налоговым инспекциям, вот, я считаю, что стоит сделать так, думаю, что они тоже уверены, что нужно сделать так, вот, а как сделают на самом деле, да, понятно, что не им решать, не исполнительным, так скажем, органам, поэтому, что там подпишет, что там скажут, что одобрят наверху, так оно и произойдет, но, на мой взгляд, чтобы не делать все через одно место, стоит дать людям выбор, да, выбор, 6 и ниже процентную ставку, на, декларирование, все свои криптовалюты, со всех своих аппаратных кошельков, вот, кто, ну, не согласен, соответственно, кто считает, что и 6 процентов много, или 5 процентов много, но, опять же, я человек действия, если вы не согласны с этим будете, то, ну, необходимо как-то, я не знаю, то есть, если вы не сможете деньги, миллионы долларов потратить у себя в стране, что вопросы возникнут, у Росфиномониторинга, у налогов, откуда эти бабки, то получается их тратить необходимо в других странах, вплоть до тотального, так скажем, переезда, это уже, ну, люди взрослые, я думаю, осознанные, вы сами разберетесь, вот, я свое отношение не первый раз высказываю, то есть, что бы я сделал на месте регулятора, может быть, так неправильно делать, не знаю, то есть, я высказался на эту тему, вот, ну, в РФ создадут платформу для конфискованной криптовалют, ты, в Госдуме уже в весеннюю сессию могут принять закон для крипторегулирования, плюс сегодняшний хедлайн, плюс у нас комикс закрывается, ну, на мой взгляд, все ведет, все идет к тому, что действительно комикс просто заменят, вот, это может быть МЭКС, я не знаю, то есть, московская биржа, это может быть СПБ, вот, что будет и странно, и не странно одновременно, это может быть Сбербанк, там, ВТБ, какая разница, да, что-нибудь из этой категории, вот, если это им важно, если говорить за олейбл, которому есть доверие у людей, я бы взял скорее, ну, действительно, я не говорю у всех, еще раз подчеркиваю, не все, естественно, доверяют, но все равно, согласитесь, там, некоторый уровень доверения, доверия к тому же Сбербанку, к Сберу, есть, да, и куда люди побегут, допустим, регистрировать свой аккаунт, в Сбербанк, или там, промсбербанк, какой-то непонятный, поэтому, конечно, может Сбер, может Сбер плюс СПБ, может быть Сбербанк плюс ВТБ, может быть, я не знаю, вкусная точка, все что угодно, в общем, ребят, такие у меня мысли относительно того, ну, вообще и санкций в России, какую стоит, как стоит, опять же, остерегаться, и что следует вам запрашивать у тех компаний, где вы совершаете какие-то действия, связанные с криптовалютой, будь то Гарантекс, или какой-либо обменник, да, потому что сегодня санкций, допустим, нет, наступает 27 марта, вы не заходите в крипто-хедлайнс, да, и начинаете, там, ввести деньги из какого-то обменника, допустим, на криптобиржу, централизованную, там, с юрлицом в офшорах, либо в Сингапур, либо в Дубае, вот, пропускаете этот момент, и что происходит, ваши средства блокируются, а потом вопрос, да, как так, поэтому, опять же, ребят, крипто-хедлайнс, вторая ссылка, следим, отслеживаем, проверяем, мало ли что-то вышло, я своим хедлайнерам дам, естественно, рекомендацию, так скажем, внимательнее следить за регулированием в странах СНГ, естественно, не только в России, и все, что я сказал ранее, относительно ставки 6% и ниже, я считаю, что так нужно делать в любой стране, в любой, потому что под 10, 12, 23%, ну, кто куда, кто придет, миллионеры долларовые нет, ну, у кого там тысяча долларов, ну, может быть, ну, вот, может быть, ребят, давайте пойдем дальше, чуть затянул, вот, напишите свое отношение, как вы видите, если хотите, у вас есть желание, как вы считаете, следовало бы поступить регулятором вашей страны, или России в частности, да, драгоценной, и так дальше, давайте к следующим темам перейдем, добавилась еще одна компания по добыче, ну, в данном случае, это компания по добыче драгметаллов, она объявила о заключении письма, о намерениях, CyberData, LTT на приобретение 24800 биткоинов, вот, классный хедлайн, для меня неудивительный, потому что вы помните мои тезисы двух лет последних, то, что со временем, естественно, учитывая то, что у нас все же рассвет, а не закат, да, перед уничтожением крипторынка, конечно, будут добавляться компании, которые, помимо микрострейдерджа, Тесла и других, Reddit, кстати, недавно, да, которые будут выкупать биткоин, и в то же время, выкупать биткоин, заключать, вот, определено, выпускать облигации по поиску инвесторов, для того, чтобы купить больше биткоина, что делает сейчас, в то же время, Майкл Сейлор и компания микрострейдерджи, вот, и я вам написал в своем авторском канале, пост, небольшой пост, со следующей недели, и до середины мая, мы сможем узнать об институционалах, которые купили биткоин ETF, через подачу формы 13F в сек, речь про конкретные имена, а не сам факт притока капитала биткоина ETF, это я уже чуть позже дописал к этому посту, вот, потому что некоторые мне начали писать о том, что и так понятно, что, ну, как бы, так мы все видим, что в BlackRock баланс растет, как бы, в чем новость, зачем ты это написал, ну, я пояснил, да, мы видим, что есть приток капитала, спотовый биткоин ETF, в особенности, да, это очень сильно, мягко говоря, наблюдается в EBIT, в этом, господи, биткоин ETF, который запустил BlackRock, да, но мы-то имена не знаем, то есть мы видим 15,5 миллиардов, сейчас уже больше, наверное, да, сколько там, баланс вышел, сейчас уже 17,4 миллиарда долларов, учитывая текущую цену, но, тем не менее, количество биткоинов 243 тысячи 267, у вас есть ответ, кто покупал биткоин ETF, нет, вот я и написал о том, что со следующей недели, и по май, форма 13F, ну, там, может, кто-то позже заполнит, раньше, плюс у нас классический, там, опять же, сезон отчетности, с публичными именами, с публичными, в том числе, компаниями, может быть, там появятся какие-то сюрпризы, в общем, впереди этот период нас ожидает, понятно, какой-то анонс, что-то, какой-то сюрприз на эту тему, да, или, или не сюрприз, а для меня это не сюрприз, если, опять же, у нас начнется, вы помните, да, мой тезис о том, что, так скажем, убеждение вера в то, что появится у нас сезон отчетностей, на дворе рано или поздно наступит, да, когда этот самый крипто каминал будут совершать публичные компании, но в то же время мы увидим и фонды, конкретные фонды, которые приобретали биткоин, так как они будут заполнять форму 13F, и может не в апреле, может не сразу, на следующей неделе, кто-то позже, все увидим, вот, все увидим, поэтому я считаю, что помимо вот этой компании, драгоценного кита, где, ребят, ну, на секундочку, на минуточку, это все-таки не 2 рубля, да, и даже не 22 миллиона долларов, и даже не 220 миллионов долларов, это 24 800 биткоина, это на 1,7, по текущему прайсу, на 1,7 миллиарда долларов, это лишь одна компания, вот, также мне, в связи с этими хедлайнами, точнее, в связи с этим сообщением, участники премиума поставят заявку, начали присылать это сообщение, и писать на тему, что впереди у нас глобальный период распределения биткоина, может ли быть такое, может, но опять же, мы упираемся в слово глобальное, да, то есть не сразу, не в моменте, а на дистанции, вот, и из чего взяли, что биткоин останется на отметке 70 тысяч, то есть это может быть вверх и 110 тысяч, да, и 140 тысяч долларов, как бы немножко пофантазировав, вот, может быть, посмотрим, как пройдет этот сезон, отчетности, что, кто, объявят, какие имена, какие, в том числе, и будут сетапы на недельном таймфрейме, что будет в августе перед предвыборным вот этим движем, да, то есть все может быть, и 50, и 40, может быть, увидим, опять же, мы действуем в рамках плана, не исходя из фантазии ваших конспирологических теорий, да, это можно, там, опять же, как я говорил, кухонные разговоры, поболтать, за бокальчиком вина или чая, или водичку попить, да, и не более, и, соответственно, поделиться своими мыслями со своими близкими людьми, может быть, вы в ответ что-то получите, у вас завяжется разговор, а может быть, и знакомство в ночном клубе, я не знаю, то есть здесь уже, смотрите, смотрите сами, вот, найдете криптонов, может, ну, они везде есть, они везде, где их нет, ну, просто, ну, никто не говорит, в этой, конечно, сфере важно, важно, важна анонимность, и поэтому, если с точки безопасности, соображения безопасности рассуждать на эту тему, я бы вообще на месте каждого человека особо не отсвечивал, не кричал о том, что вы там в крипте, какой-то молодец, успешный успех, и все в этом, и зачем, то есть зачем вам это нужно, вот, я бы таким образом не стал, таким не стал бы заниматься, вот, дальше, 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 дальше у нас что, ГОСА, еще есть японский государственный пенсионный инвестиционный фонд, который осматривает варианты диверсификации бизнеса, и в то же время интересуется биткоин, вот, то есть это уже, тут ключевое, почему я зацепился за этот хедлайн, кто-то скажет, да блин, это Япония, ну, Япония это сателлит США, вот, то, что нельзя было делать, допустим, в США еще вчера, а сегодня можно, это может легко, в то же время появиться, в Японии, но об этом Сота в Атанабе написал, лидер Астарнетворк, вот, и в то же время Южная Корея, и вы знаете, сто процентов, вы это видите, что и в Южной Корее, также крипторынок развивается, криптоиндустрия, там уже не только Астарнетворк, но и запустили свои, так скажем, ручонки и другие проекты, да, и Эптос, да все, слушайте, там сейчас перечислять, это без остановки, Южная Корея, это сателлит США, и Япония, то, что не было, возможно, в Японии еще вчера, если сегодня это можно сделать в США, допустим, запустить спотовый биткоин ТИФ, ну, а в чем проблема запустить в Японии, в чем проблема запустить в Великобритании ТН, аналог биткоин и ТИФ, запустили, ну, то есть, опять же, еще раз повторюсь, вам рынок это доказывает, и показывает, мы все же на пороге, мы ближе к рассвету, крипторынка, к развитию криптоиндустрии, то есть, нет, и не могло быть ранее никаких, опять же, серьезных аргументов, я их не видел, за уничтожение крипторынка, за то, что все кончено на отметке в 40, или 50, или в 30 тысяч долларов, то, что дальше у нас там какое-то произойдет, максимальнейшим образом, страшное обнуление, и биткоина, и всего крипторынка, вот, но опять же, все впереди, на мой взгляд, все впереди, без тузимунских лозунгов, я их сам не люблю, но в то же время, я считаю, что стоит обращать внимание на факты, да, а не на фантазии, вот, дальше, что у нас еще, показуха, киты снова начали активно, да, спрашивают, активно набирать, накапливать биткоин, ну, мое отношение к ончейн метрикам, вы знаете, так скажем, проявлять свою экспертность, за счет открытых данных, ну, я таким не занимаюсь, ончейн метрик, да, потому что они доступны, опять же, всем, каждый может завести аккаунт, посмотреть, что происходит, кто-то для себя возьмет медвежьи индикаторы, там, кто-то, или показатели, кто-то бычьи, ну, и начнет, я не знаю, транслировать свое, якобы, экспертное видение, но факт остается фактом, конечно, не то, чтобы заложник позиции, но скорее мы, нам свойственно видеть то, что мы хотим увидеть, да, если мы, допустим, вышли из рынка, там, на 30, или вы вышли из рынка, там, на 30 тысяч долларов, да, на 40 тысяч долларов, вы скорее доверяли людям, которые вам транслировали ончейн-метрики, с заголовком все пропало, ну, согласитесь, скорее вы, опять же, вам это было ближе, вот, но были люди и на 30, и на 20 тысяч долларов, кто, опять же, и показывают, транслировали метрики с превьюхой, или с заголовком о том, что все еще впереди, вот, поэтому, ну, скорее ончейн-метрики, это как инструмент, можно сказать, отчасти маркетинговый, вот, а отчасти, ну, просто, ну, который указывает на определенные факты, факты, с которыми, как сказать, с которыми, я не говорю об индикаторах, но, тем не менее, если мы говорим о наборе биткоина, о накоплении биткоина, для меня нет никаких удивлений, то, что много, действительно, чейн-метрики ранее, и сейчас указывает на то, что есть откуп, да, потому что, может быть, исходя из своей, там, назовите ее фантазии, да, я все же верю, хэштег конспирология, шапки с фольги, быстро накиньте, сейчас скажу, я верю в большую игру, большую игру, где во главе, может, и стоит, скорее, да, это компания BlackRock и Larry Fink, никто иной, естественно, там и близко не стояли, и ничего не решают, такие люди, как Гэри Гэнслер, или CFTC, забыл глава, да, и, соответственно, Илон Маск, и Безос, и так далее, то есть, они там не в курсе, их могут уведомить, им могут подсказать, их могут направить, вот, но они скорее ведомые, вот, они ведущие, поэтому, впереди, да, я верю, что будет большая игра, так скажем, некоторая большая миссия, флайта квалити, то, что транслирует BlackRock, мы к этой теме сейчас еще перейдем, в общем, ребят, ну, в общем, ничего удивительного, да, накопление биткоина, вот, поэтому, с учетом также и моего анализа графика, да, с учетом того, в какой фазе мы находимся, то есть, сейчас биткоин не стоит 140, или там 280 тысяч долларов, и нет никаких фаз восходящего глобального тренда, да, мы тестируем пик, вот, но в то же время, про фазы глобального восходящего, тренда, ну, то есть, я говорю, не первый год, да, не первый год, не первый месяц, а не первый год, даже с учетом теста исторических максимумов, это была та самая третья, пусть называете ее фазой, или просто я ее назвал манипуляцией головного мозга, когда и быкам, и медведям уже дорого, и быки, и медведи, там, выполнили соответствующее решение, в частности, или в большей степени связанное с фиксацией, все в этом духе, вот, и ждут коррекции, ждут коррекции, либо серьезной коррекции, либо нового нисходящего тренда, в этом ничего такого нет, если это план, стесняться этого не нужно, бросаться на людей, которые забрали вложенные условно, оставили бесплатные монетки, ну, на мой взгляд, это глупо, ну, то есть, человек управляет своим капиталом, он принял такое решение, мне бывает, вот, в пример, присылали, там, ряда публичных, ну, публичных деятелей, вот как так, там, вот он говорил так, а потом начал говорить так, ребят, ну, опять же, человек управляет своим капиталом, он действует так, если он осознанно подходит к вопросу управления деньгами, он действует так, как ему, это, ну, опять же, требуется, требует текущее финансовое положение, может быть, есть некоторые проблемы, да, да, вот, или, опять же, тот же самый план, или вдруг появилась какая-то мечта, цель в реальной жизни, почему бы не продать половину, да, соответственно, может быть, я не знаю, девушка забеременела, там, еще что-нибудь, ну, все может быть в жизни, не нужно подстраивать крипторынок под свои вот эти, как сказать, свои мечты на крипторынке, подстраивать под то, что нужно там где-то перетерпеть, подождать, не развиваться в реальной жизни, да, дождаться сезона, этим не стоит заниматься, поэтому, ребят, нормальная абсолютная ситуация, когда люди продают, там, меняют свое мнение, мысли, допустим, да, или корректируют свой план, исходя из тех событий, которые происходят у них в жизни, может, они решили диверсифицировать, да, портфель, там, все-таки вложиться во что-нибудь более интересное, поэтому в этом ничего такого нет, топ-5 кошелек с BTC переместил 94 500 монет на новый адрес впервые с 2019 года, мне прислали также, прислали, и, короче, все шлют, вот, бывают такой менеджером, да, зачем, не знаю, я же тоже вижу эти все хедлайны, вот, с темой о том, что киты начали разгружаться, ребят, ну, опять же, это эквивалент просто безумный, безумных денег, да, это 6,6 миллиарда долларов, перемещение я заметил, заметил аналитическое камень, эта компания Arkham, вот, и значит ли это, что биткоин будет снижаться, потому что это произошло впервые с 2019 года, слушайте, ребят, я столько сигналов подобных видел в свое время, столько хедлайнов на эту тему, то, что, ну, если бы на каждом таком переводе, на каждой такой транзакции, или если каждый кошелек будет просыпаться, якобы, там, с прямой на еще того же эфира, там, вот, там, смотри, проснулся кошелек, который 10 лет ничего не делал, а значит, вот у нас разгрузка, ребят, ну, фантазировать можно без остановки, зачем вам это нужно, какая здесь мораль, ну, давайте перестанем фантазировать, опять же, действовать по плану, разворот ли, ну, что он сейчас, пойдет 6 миллиардов в рынок, продаст 100 тысяч биткоин в рынок, да, это возможно, да, это возможно, вот, но будет ли он таким образом действовать, посмотрим, никто не знает, опять же, даже если он 100 тысяч биткоинов пойдет продавать, но абсолютно не факт, что на таком объеме, объеме биткоина идет, там, 8 условно, понимаете, то есть, да, вы можете подбить, посмотреть, там, Bitfinex торги внутри недели, тем более Binance открыть, ну, почитайте, посмотрите, ну, то есть, там тоже нет точной науки на тему, а насколько биткоин снизится, мы не видим с вами скрытые ордера, или ордера айсберги, как их еще называют, мы видим, смотрим на стакан и считаем, что вот, там есть объем, там, допустим, там, я не знаю, до 55 тысяч долларов, а объем, ну, представим, там, 30 тысяч BTC, просто на шару отметку, но на самом деле там может быть 60 тысяч биткоинов, понимаете, вот, поэтому, конечно, вам стакан ничего не покажет, все целую картину, не покажет, не укажет, не верите мне, попробуйте, на любую биржу идите, сходите, какой токен вы в последнее время покупали, и начните продавать по рынку, вот вы в стакане не увидите, что вас кто-то готов встретить, но начните продавать по рынку, я не говорю, что везде, в каждой паре, естественно, нет, но, тем не менее, вас начнут перехватывать, да, и ваши продажи начнут откупать, а вы смотрите в стакан и ничего не видите, как так, почему здесь не было такого ордера, а я продал там на 200 тысяч долларов, там, конфлюкс, допустим, или какой-нибудь матик, еще что-нибудь, а у меня это все выкупили, да, и, соответственно, цена практически не изменилась, там, полпроцента, допустим, поэкспериментируйте, есть деньги, пожалуйста, кто вам запрещает, вот, поэтому стоит ли верить в тезисы, связанные с тем, что если там сотни тысяч, ну, окей, 100 тысяч биткоина пойдут в рынок, а значит, хана всему, ну, я считаю, что не стоит, я считаю, что не стоит, и абсолютно нет никаких и не может быть диагнозов на тему, а что если там такой объем монет придет, переведут на криптобиржи и начнут продавать по рынку, значит, это точно будет 50 тысяч долларов, да не значит, да не значит ничего, вот, то, что это могут откупить 100 тысяч биткоина на 6,5 миллиарда долларов, да, могут откупить, в чем проблема, откупали ранее, откупить сейчас, какого-то экстремума по объемам у нас в объемах давно не было, но даже на забытый, который не используют уже давно многие трейдеры-инвесторы биржи Bitfinex, ну, здесь внутри недели 23 тысячи биткоинов, да, это немного, но откройте бинанс, вот, поэтому при желании откупят, при желании откупят, не откупят сразу, откупят в зонах интереса, да, в данном случае про такой объем, да, мы можем действительно говорить там про 50 тысяч долларов, можем рассуждать, да, если уже такой объем начнут выливать в рынок потихоньку, маловероятно, что, маловероятно, что сразу по рынку долбанут, да, то есть сразу продать 96 тысяч биткоинов, и многие биржи, естественно, вставляют ограничения на продажу объема определенных монет в моменте, вот, о них мало кто знает, потому что, ну, мало кто располагает такими объемами, но они есть, вот они есть, 100% есть, и во многих парах вы не можете продать любое количество монет, неважно, там, какой это альткоин, топ-2 или топ-22, есть на централизованных биржах, есть, соответственно, ограничения, кто-то скажет и начнет козырять тезисами об ОТС, да, об вне рынка, да, то, что это произойдет продажа, да, спору нет, да, сейчас мы берем такую элементарную составляющую, связанную с продажей биткоина по рынку на централизованных крипто биржах, вот, поэтому как-то так, как-то так, давайте далее, так, давайте, давайте идем дальше, у нас на очереди, чуть заспамили, ну вот, смотри, биржа байбит, залистит ноткоина при маркете, вот, классно, пора покупать, или даже не пора покупать, мне писали, ты высказывался не очень хорошо на тему тапания на экран, фарминга этих самых токенов нот, но я свою позицию обосновал, если вы внимательно слушали, это связано с тем, что мне не близко, мне не близко даже развитие какой-либо экосистемы, а в данном случае мы говорим про тон, через подобные приложения, да, когда людям приходится из-за их не самого лучшего, так скажем, да, финансового положения, мягко говоря, тапать на экран даже в то время, когда они заходят справить нужду, то есть вы об этом была речь, вот, поскольку, залистит ли, ну, слава богу, пусть листит, конечно, пусть листит, пересчитайте, пожалуйста, потом, сколько времени вы потратили на тапание на экран, на фарминг этих, там, 10 миллионов, или сколько вы нафармили, 100 миллионов токенов ноткоин, посчитайте, разделите на часы, если у вас ваш час подобной деятельности и оплата за это через, вот, листинг токена на биржах вас устраивает, ну, и классно, здорово, вот, побежал бы я этим заниматься, естественно, нет, чем-то подобным я в свое время занимался, меня спрашивали отношения ко всему этому неоднократно, да, и уже спустя, блин, даже больше месяца, соответственно, я записывал голосовое сообщение по подобному, вот, поэтому здесь даже и с долей некоторой обиды, что экосистема Tone начала проявлять себя через подобное приложение ноткоин, ладно, там игру какую-нибудь, реальную игру запустили, окей, ну, тапание на экран, ну, это, ну, это несерьезно, но, к сожалению, опять же, учитывая финансовое положение большинства людей, такое могло прокатить с маркетинговой точки зрения, с учетом того, чтобы вырасти к какому-то проекту, да, может быть, не может быть, а точно, да, поэтому это некоторое, ну, так скажем, такой прием, такой ноткоин, ну, то есть мне это не близко, мне это, мне это немножко огорчает, вот, поэтому к вопросу о том, что, ну, вот видишь тут ноткоин листья, ну, и хорошо, и очень здорово, что вас не кинули или не кинут и дадут конвертировать ваше время в какие-то деньги, в какие деньги, я не знаю, опять же, я не устраивал опросы, кто сколько часов потратил, сколько на этом заработал, запустились ли ваучеры на том же GetGames'е или не запустили, знаю, что не все смогли продать на премаркете, вот, и ценник там скакал с 10 тонн на 40, что ли, там, за миллион, да, этих ноткоинов на премаркете, я сейчас даже не буду проверять, какая стоимость, но вот на бирже Bybit залистят, скорее всего. Пока такой информации листинга у меня нет, на премаркете есть, ссылка в описании, хотите, зарегистрируйтесь, как только откроется возможность завести сюда ноткоины, заведете и продадите, дальше уже посчитаете, сделайте свои собственные выводы, выводы для себя, основываясь на своем опыте, я в свое время сделал, вот, поэтому, конечно, здорово, здорово, что пройдет листинг вопросов, конечно, вопросов нет, наверное, вопросов нет, не знаю, кого-то не устроит стоимость этих токенов, скажет, да меня кинули, может быть, посмотрим уже по факту листинга токенов, вот, и повторюсь, у всех, опять же, финансовое положение может быть разное, если там я или там еще мои там условно близкие, знакомые не побежали бы и не побегут, им это не требуется, тапать на экран для получения этих пока что в то время не существующих токенов, ну, может кто-то побежит, вот, был ли я таким, я еще раз и тогда сказал, да, вот, и за покемонами я в свое время гонялся, там, не помню, 15-й год, хотя уже работал вроде бы, не то чтобы престижная профессия, но тем не менее занимался коммерческой недвижимостью, но в то же время, да, меня тоже зацепил этот маркетинг, сам факт того, что можно ловить каких-то зверушек из своего детства на улицах, да, на улицах Москвы в то время, вот, поэтому, что я могу сказать, посмотрим. Апдейты будут в CryptoHeadlines, в Вином, по Вином также были вопросы, классный чейн или нет, на мой взгляд, классное здесь название, пока что здесь название, да, это классно, в акции можно поучаствовать, по 125 марта он будет в закрепленном комментарии, если хотите, пожалуйста, участвуйте, биржа Bybit уже неоднократно дает возможность людям, ну действительно, практически на халяву, забрать, ну, удвоить свой low cap, да, если мы говорим про те же 100 USDT, купить на них Вином, и вы получите те же 150 токенов Вином, что эквивалент, я там смотрел в какой-то момент, сейчас не буду проверять курс, это и есть 100 долларов, ну, то есть, кому это близко, интересно, пожалуйста, то есть, почему бы и нет, собственно говоря, для low cap в том же Bybit 2.3 участвовать в лотерее, я не вижу в этом ничего плохого, вот, одно дело, да, то есть, вы скажете, ну, как так, Дим, ты же сказал ноткоин тапать на экран, это не прикольно, это не классно, это не здорово, а участвовать в подобных мероприятиях, это must have, ну, а сколько времени вы потратите там, и сколько времени здесь, ну, то есть, это несоизмеримые вообще величины, как здесь можно сравнивать, вот, поэтому здесь можете поучаствовать, по сети ничего не скажу, есть близкие занимались и занимаются на сегодняшний день активностью в разных чейнах для получения редропов, по вином, ну, они, ну, они не сказали, что прям стоит прям откупать с рынка, я не знаю, может, может, куплю, может, нет, пока что я, честно, не изучал самостоятельно этот, этот проект, эту экосистему для того, чтобы вам сейчас дать какую-то подсказку, вот, если решусь купить, допустим, на небольшой процент, я об этом напишу в канале трейдер 80 на 20, вот, если есть мысли, напишите в комментариях, почему нет, так, далее, Binance, так, Binance здесь коротко, я, кстати, я не знаю, сколько людей вообще осталось на Binance, понятно, что Binance там продает бизнес комиксу и так далее, все в этом духе, сейчас с учетом того, что комикс закрывается, то есть, получается, что, что, что люди, там переход плавный, я сейчас не помню срок, я на Binance давно, очень давно не торгую, вот, но, тем не менее, не знаю, что, что там, как вообще, что, что актуально, если вы не переходили на комикс, то есть, получается, вы остались на Binance и спокойно до сих пор там остаетесь, торгуете, покупаете, выводите, вот, вопрос такой, в целом, биржа Binance, это уже американская биржа, вот, требует от компании, обрабатывающая транзакцию на сумму более 3000 долларов, раскрывать имя отправителя, адреса информацию об учетной записи, ну, окей, что в этом удивительного, я не вижу, вот, мне тоже это прислали сегодня утром в личку, прокомментирую, что делать, бежать из Binance, не бежать, я в свое отношение к Binance высказывал там с осени 22-го года, с меня там нет, вот, особо плотно с, не с осени 22-го года, вру, какой с осени 22-го года, с весны 22-го года, даже с зимой 22-го года, когда люди побежали, если вы помните, все дееспособные, дееспособное население России побежало откупать доллар, где это было возможно, в данном случае USDT, да, и все свои банковские карты засветили на криптобирже Binance и Rosfin Monitoring и другие там регуляторы, в общем, власти страны, власти России, они узнали, кто может, у кого были мысли начать, так скажем, откупать именно цифровой доллар, да, или криптодоллар, вот, у кого есть такие возможности, у кого сколько денег лишних, или, ну, или якобы лишних на карте, вот, поэтому для меня это было довольно серьезным звоночком, не очень хорошим, вот, поэтому Binance сейчас, с учетом всех событий, которые прошли, естественно, это американская компания, и Champagne Java до сих пор в США находится, по моим данным, вот, и, соответственно, ну, что, да, то есть биржа Binance, самый худший сценарий на дистанцию, это взлом биржа Binance, естественно, я, ну, не хочу каркать, не хотелось бы, но все, что я озвучивал по бирже Binance, или, там, 95% отработало, не отработало, только единственный мой пост, где я допускал и допускаю на сегодняшний день взлом криптовалютной биржи Binance, кто это будет делать, может быть, пару-тройку теорий, минут на 20 я сейчас не буду озвучивать, да, но, тем не менее, просто учитываем, что биржа Binance против, так скажем, США, победили США, да, и, соответственно, биржа Binance сейчас в их владениях, да, ее проверяют, там есть строки, там есть необходимость чемпионат Джао и всем причастным заплатить огромный штраф, но вы все это и так видели, давайте не буду напоминать. Регулятор Нигерии возбудил дело против Binance за уклонение от уплаты налогов, ну, в общем, Binance сейчас как лакмусовый кусочек, я не знаю, то есть, начинают все щемить, уже раз США это все сделали, да, просыпаются другие страны, да, и, соответственно, я не знаю, может, пытаются заработать денег, вот, в ближайшее время регуляторы заблокируют сайт, скажут, придумают или предоставят факты американским регуляторам, да, которым не так сложно кому-то раздать денег, скажут, что вот на моих, там, на наших гражданах биржа Binance зарабатывала такие-то деньги, предоставят документы и запросят, там, я не знаю, ну, кто-то 100 миллионов долларов, да, кто-то 50, кто-то миллиард долларов, ну, я считаю, что это все оттуда и пошло, вот, не топ развитых стран, 100%, а почему бы и нет, да, собственно говоря, почему бы и нет, также биткоин на криптобирже Binance в моменте стоил, ну, лаг, понятно, интерфейс и все в этом духе, мне прислали такой скриншот с вопросом о том, что, а не очередной ли это сигнал, куда пойдет биткоин, ребят, я, ну, как бы я не знаю, понятное дело, да, как бы банально это не звучало, у меня нет такой информации, да, сигнал это или нет, да, действительно были на истории у нас подобные сквизы на разных криптобиржах, что потом, что потом можно было, опять же, натянуть с собой на глобус, я выразился сегодня уже, да, и, соответственно, сказать, что это был сигнал конспирологический о том, куда пойдет биткоин, может быть, но и без этого лага интерфейса на криптобирже Binance с отметкой в 138 тысяч долларов я верю в эту цель, не то чтобы цель, я верю в достижение такой стоимости биткоина, дистанции, понятно, не завтра, может быть, через ни одну локальную или среднесрочную коррекцию, но тем не менее, а в чем проблема, то есть дойти до 140 тысяч долларов, я не вижу никаких проблем, абсолютно, вот, понятно, что по периоду вы можете сказать, Дим, раз мы рано или поздно, или уже сейчас начнем показывать там разворотный сетап, условно будет приоритет тотальный, скажем, на начало коррекции, то значит мы не увидим 140 тысяч, ну, ребят, еще раз, да, мы не увидим завтра 140 тысяч, но мы и 70 не увидели в 22-м и даже в 23-м, мы не увидели 70 тысяч, вот, стоит ли делать вывод, что там, исходя из этих сквизов или коррекции о том, что биткоин не может вырасти за 140 тысяч долларов, ну, я считаю, что нет, поэтому каких-то, ну, сверхсигналов на тему, что все пропало, я не вижу. А на 30-минутном, 5-минутном таймфрейме можно, конечно, увидеть кучу разворотных, кучу разных трендов, да, если на секундку перейти, то там тренды меняются там несколько раз вообще в час. Так, дальше идем, по Binance понятно, я думаю, да, у меня тоже есть вопросы, связанные с тем, что если вы совершили, единственный вопрос, если вы совершили переход на биржу комикс, то получается вам и на комикс нужно сворачиваться и на Binance дороги, нет? Ну, для меня это неизвестная история. Или, может быть, на Binance все можно делать, что вы делали ранее? Честно, у меня ответа на этот вопрос нет. Вот, вам виднее, виднее людям, которые, ну, не прекращали, не останавливали свою деятельность на криптовидже Binance. Так, BlackRock. А, в то же время, ребят, я, кстати, не взял. Так, что у нас еще? Что у нас еще было из-за интересного? Ну, ладно, про стейблы. Чуть затронем тему стейблкоинов. Может быть, там, соответственно, все будет. Потому что, да, это скорее касается и биржи Binance, и стейблкоинов. BlackRock. Так, BlackRock. Новые, новые, новые тезисы, новые высказывания. Биткоин станет хорошим диверсификатором в портфеле инвесторов, несмотря на текущий ралли в акциях. Это, кстати, я бы сказал, почти или абсолютно свежая мысль, озвученная вот-вот. Да, то есть, если из ранних запоминающихся тезисов, это Ларри Финк, естественно, и его высказывания на тему, что биткоин станет, проявит еще себя как актив с ролью бегства в качестве или flight to quality. Вот. А вот в моменте я не припомню, что BlackRock ранее, на той неделе или пять недель назад, неважно, да, говорил о том, что биткоин будет, станет хорошим, неплохим диверсификатором в портфеле инвесторов, несмотря на текущий ралли в акциях. Как идея, и у ней есть ноги, так скажем, да, то есть, тут не то, чтобы, ну, дым без огня и все в этом духе, здесь нет. Почему? Потому что, смотрите, опять же, тезисы, которые я поднимал ранее, да, темы, которые я поднимал ранее, если вы помните, что, во-первых, не обязательно сейчас тому же индексу доллара снижаться, мама не горюй, да, для того, чтобы расти биткоину, вам биткоин это уже доказал, он стоит 70 тысяч долларов. Но и еще тот самый банкран в марте 23 года, когда я или вы могли покупать биткоин с 20, переводить все стеблы из-за отвязки, из-за риска отвязки, вот, так прецедент уже был. То есть, по сути, если мы представим ситуацию, что сегодня или там через три месяца, неважно, когда-нибудь в этом году произойдет рецептионный шок на фоне проблем у банков, то действительно мы можем увидеть снижение рынка акций США и в то же время увидеть рост биткоина, как это уже было, повторюсь, да, в марте 23 года. Есть одно, так скажем, или мягко говоря, но, оно заключается в том, что все-таки сейчас, учитывая запуск биткоина ETF в США и учитывая, опять же, факты, где этот биткоин хранится, да, он хранится, опять же, и в Coinbase Prime, да, и вот эти все обеспечения, это все банки, это все банки, тот же банк New York Mellon, допустим, если будут проблемы у банков, абсолютно не факт, здесь две ветки, да, первое, то, что сообщество инвесторов, которое приобретало биткоин ETF на свои балансы, компаний там или фондов, сможет разгрузить, продать, паниковать, это первый, наверное, не самый худший сценарий, да, чтобы не было давления на стоимость, вот, а втором, ну, то есть будут ограничения, простым языком, появятся будут ограничения у банков, чтобы, опять же, сбавить эти обороты, связанные с Panic Sale, да, когда, с банкраном, когда люди побежали, начали вынимать деньги, в том числе и продавать некоторые активы, в том числе валились акции банковского сегмента, вот, не факт, что получится такой трюк совершить с биткоин ETF, хотя, может, и не будет никаких ограничений, посмотрим, вот, а вторая ветка, второй момент связан с тем, что, учитывая, что есть спотовый биткоин ETF и есть активность в направлении откупа этого инструмента, то при проблемах у банков мы действительно можем с вами все-таки увидеть и снижение биткоина, да, то есть начнут распродавать биткоин, мы увидим это, понятно, и в стоимости базового актива, да, потому что маркетмейкерам придется продавать, вот, и, соответственно, с этим проблема у банков, с этим же люди вспомнят о том, что все-таки биткоин рисковый актив, и, впрочем, какую-то панику посеять можно, даже несмотря на то, что сказали BlackRock, может ли биткоин действительно стать неплохим или хорошим диверсификатором портфеля при таких сценариях, при таком сценарии, ну, в этом что-то есть, в целом такое действительно может быть, вот, есть вопросы довольно острые, да, на тему о том, что все-таки биткоин растет как рисковый актив, да, есть люди, чья убежденность не подрывается из года в год, они открывают NVIDIA, они открывают биткоин, они смотрят, что есть некоторые корреляции, растут акции NVIDIA, растет биткоин, и, как бы, только это их волнует, и, соответственно, есть, ну, некоторая убежденность в том, что если начнет валиться рынок акций, начнут валиться акции конкретной компании, а именно NVIDIA, то и биткоин провалится вниз. Ребят, здесь, вот, как видите, несколько веток рассуждения, да, несколько направлений пищи для ума, в котором можно думать, я бы сказал на текущий час, на текущий день, что, ну, не то чтобы, не то чтобы 100% будет рост, да, но тем не менее, я считаю, что все-таки на биткоин будет оказываться давление при очередном банкране, то есть не повторится, еще раз, не повторится сценарий один в один, как это было здесь, то есть маловероятно, что биткоин сразу отстрелит, где мы покупали биткоин на банкране, да, сразу отстрелит с 20, там, на 50% вверх, да, ну, в данном случае до 30 тысяч долларов, если мы с вами открываем сейчас, смотрим биткоин, допустим, у нас на этих событиях происходит снижение, ну, предположим, давайте чуть пофантазируем, да, на 30%, на 48 тысяч долларов биткоин идет на 50 тысяч долларов, вот, на этих событиях я не думаю, что с значения дальше 50 биткоин сразу отправится тестировать эти максимумы, обновит и войдет в 90 тысяч, на текущий час, я думаю, что маловероятно, поэтому риски связаны с рецептационным шоком на фоне проблем у банков, а на фоне создания искусственного, именно искусственного, а на мой взгляд, именно таким образом и поступит в ФРС, я не думаю, что на всем этом биткоин просто повторит, да, повторит, что было в марте 22-го года, когда он с 20 тысяч с пика банкрана вырос на 30, вот, я сейчас сомневаюсь, потому что начнут что пускать в СМИ, как вы думаете, логично, да, то есть проблема у банков, а значит, сплата у биткоина ETF, инвесторы побежали продавать, продавать биткоин ETF, маркетмейкеры побежали продавать базовый актив, базовым активом является биткоин, а значит, все плохо, а значит, уже не повторится тот сценарий, все в этом духе, и действительно, и может и не повторится, да, и в моменте мы можем увидеть 50 тысяч долларов и ниже, учитывая текущий прайс, конечно, мы с вами не в ангеле, да, и непонятно, с каких значений это все произойдет, вот, но тем не менее, я не думаю, что быстро-быстро это все дело отскочит, вот, баланс BlackRock растет, ну, вот, как раз скоро мы, я сказал уже, да, узнаем, кто покупал биткоин ETF, биткоин закончится в компании Grayscale через 96 дней, учитывая данные по ежедневному оттоку активы из их биткоина ETF, то есть, да, есть факт, что из Grayscale идут оттоки, продолжаются оттоки, и Arkham пишет, учитывая текущие темпы, через 96 дней Grayscale распродаст весь базовый актив, а базовым активом является биткоин, и якобы давление на, ну, биткоин, соответственно, да, оно завершится, хотя и Grayscale скидывает не первый день BTC, да, то есть, актив, ну, это же 46, прям с запуска продолжается, но в то же время, ну, о каком давлении, о какой доминации продавца идет речь, да, если биткоин с 40 тысяч практически вырос в два раза на всех этих оттоках, поэтому нужно ли в этом разглядывать какой-то рецепт с движением, какой-то, я не знаю, путь, какой-то сценарий с движением неизбежным биткоином в 150 тысяч долларов, только потому что Grayscale перестанет продавать, ну, я считаю, что нет, вот, я не думаю, что Grayscale обнулится там и они скинут все свои биткоины, ну, сомневаюсь, честно, ну, посмотрим, как будет на самом деле, я сомневаюсь, рано или поздно это закончится, тем более, учитывая, что биткоин стоит 70 тысяч, на 70 тысяч прям какой-то, знаете, жадный, как сказать, паник сейла, именно, вот есть паник сейла паник бай, ну, то есть на 70 маловероятно, то есть когда запустили спотовый биткоин ETF, я сказал, интересно, 40, инвесторам интересно, крупному игроку интересно откупать за 40, и вы можете купить за 40, да, соответственно, может быть, кто-то это сделал, сейчас, ну, сейчас все-таки биткоин стоит 70, да, и видеть здесь прям сверхповышенную активность по покупке биткоина ETF, тем более на Grayscale, где скидывали активы, да, и часть инвесторов, я думаю, часть фондов принимала решение уходить к другим эмитентам, вот, ну, опять же, я не вижу ничего, опять же, ну, сверхъестественного в этом, вот, я чуть повторяюсь, ребята, у меня нет монтажа, я не могу там что-то обрезать, там, отрезать, а потом продолжить видеоролик, да, я чуть устал, час 20 идет видео, кто ценит, ставьте лайк, но в то же время могу там, тавтология может уже мелькать некоторая усталость в голосе, я бы хотел все-таки добить этот видеоролик до конца, озвучить все важные актуальные темы, вот, несмотря на то, что может быть, может быть уже объяснение, может быть уже часто начинаю повторяться, да, повторяться или запинаться, или, в общем, не судите строго. Так, дальше, глава отдела цифровых активов BlackRock, для наших клиентов топ-1 это биткоин, затем эфир, потом уже все остальное. Тоже скидывали, задавались вопросами, а что, значит, там, ETF на другие активы не появится. Мое предварительное, так скажем, предварительный анализ, скорее мой, говорит о том, что и ранний анализ говорит о том, что все-таки ETF на другие активы появятся. И в то же время у нас вот не так давно Coinbase запустил или уже запустил, или там, ну, вы помните, да, документы отправил CFTC на запуск фьючерсных, не ETF, а фьючерсов, регулируемых США на своей площадке на форке битка. Да, вы могли это видеть. Вот, это, ну, действительно прямая дорога к запуску фьючерсных ETF уже на эти активы. Вот, и спотовый ETF, я не вижу, ну, каких-то проблем запустить на эфир. Поэтому к вопросу и писали в комментариях, ну, куда только не пишут. Мое отношение к запуску эфиром ETF, спотового, да, будет ли это, произойдет ли это, я считаю, что да, это тоже неизбежно. Как и про спотовый биткоин ETF, соответственно, я это своим мнением делился, да, когда это еще не было мейнстримом, да, говорить о том, что биткоин ETF одобрят. То есть мы еще с 22-го года эту речь, эту тему я поднимал, да, и, соответственно, ваши вопросы отвечал еще тогда. Вот, поэтому по эфир, да, я считаю, что тоже одобрят. Вот, я не знаю, Ripple, там еще другие активы. Вот, но эфир, я считаю, что это, ну, как сказать, это нужно, это неизбежно. Вот, это будет пользоваться спросом, может быть, и не только на эфир запустят, что мешает там, в принципе, запустить ETF там и на другие популярные активы, но опять же, как мы видим через призму решений криптобиши Coinbase, они запускают на форке битка, да, это Litecoin, Bitcoin Cash и Dogecoin. Пока что так. В то же время Coinbase, Армстронг, Брайан Армстронг, он располагает инсайдами. Один из инсайдов, я вам в свое время летом, 23-го вроде бы, да, летом показывал, что он публично отказался, он сказал, что он не будет делистить альткоины, если SEC посчитает их ценными бумагами, а я считаю, что это был инсайд, я в свое время вам писал, то, что он уже знал, что SEC проиграет и компании Ripple. Вот, поэтому тот самый американский криптосоюз или союз криптонов, как я его называю, действительно помогал нам сделать предварительные выводы на тему того, что крипторегулирование не убьет рынок, да, SEC и Гэри Гэнслер абсолютно ничего не решают. Не решали и по сей день, соответственно, это есть тот самый исполнительный орган, но не законодательный, и Гэри Гэнслер, и комиссия по ценным бумагам и биржам, вся эта структура, естественно, абсолютнейшим образом ничего не решает на крипторынке. Как скажут, так они и сделают. Скажут завтра, сделают завтра. Потерпеть, подождать, потерпят, подождут, или проиграют дело SEC или DebtBox, да, может быть, слышали. Вот, или их публично нахлобучат в суде США, или не публично. Ну, в общем, ребят, вы все сами видите, вам рынок и события доказывают. Доказывают, да, скорее, что SEC действительно ничего не решал, не решает и по сей день. Тем более мы не можем говорить о том, что Гэри Гэнслер начнет, так скажем, буйствовать, да, и, соответственно, на этом весь крипторынок сложится. Это не было актуально и тогда, и не актуально сейчас. Вот, поэтому ETF, эфир, на эфир, спотовый, я считаю, что запустит. До мая, а крайний срок это мая 24-го года, не знаю. То есть, ну, я не буду сейчас там прогнозировать сроки, не то чтобы это неблагодарное занятие, ну, мне просто все равно. Ну, одобрит мая, значит, до мая, значит, до мая. Не до мая, ну, пусть хоть в сентябре 2027-го года, мне все равно. Честно. Вот, поэтому посмотрим. Я считаю, что одобрит спотовый эфирный ETF. Опять же, вы спрашивали, я отвечаю. Вот, так. Максимально активная распродажа BTZ рекордные значения с мая 19-го года. Мне это тоже присылали, задавались вопросами о том, что это значит разворот. И все в этом духе. Здесь мы переписали пик по данным криптоквант, активность продавцов, активность холдеров, трейдеров, майнеров. Согласно их данным, она бьет рекорды, да, от 19-го года. Вот. Следует ли это что? Да нет. Слушайте, да нет. Ну, да, ну, даже вот 20-й, здесь почему-то 19-й год они не затронули. Да, здесь мы переписали пик по активности. Выше там 1,2, не знаю. Не совсем видно на графике, вот, на этой метрике. Но, тем не менее, ну, и в чем это выражается активность? В том, что холдеров могло стать больше. Ну, окей, майнеры добыли больше биткоина. Ну, да. Может ли активность связана с большим объемом продажи биткоина? Ну, может быть. Ну, окей. Вот. Сигнал ли это на разворот? Ну, вообще, криптоквант, если вы не обратили внимания, они там, ну, вроде бы даже 40 тысяч долларов пишут, что впереди разворот. Впереди коррекция, начало какой-то жесточайшей коррекции. Биткоин уже стоит 70, и время от времени от криптоквант и от SEO криптоквант этих вот чайметрик поступают сигналы на то, чтобы люди готовились к какой-то распродаже или коррекции, к снижению, еще что-то в этом духе. Поэтому стоит ли за чистую монету воспринимать данную метрику, да, и считать, что, ну, вот мы на пиках, потому что, ну, как бы, я считаю, что нет. Я думаю, что нет, маловероятно. Вот, поэтому для меня эта метрика, ну, просто очередная метрика, он чейн и все. Что здесь, какие выводы здесь сделать. USDC, что подкрепляет, мое мнение, мой выбор в пользу именно этого стейблкоина, то, что компания BlackRock и Securities создают токенизированный фонд на 100 миллионов долларов. Они используют именно USDC в сети ERC-20. А в сети Tron сейчас USDC везде делистят, возможность вывода закрывают. Вот, то, что BlackRock использует USDC, я не удивлен этому. Вот, ну, почему я должен удивляться, если и так понятно, что у Circle, у Coinbase поддержка топ-1 это BlackRock. Это, в принципе, ну, не то чтобы любой банк, это вся денежная система, вся ликвидность Соединенных Штатов. Вот, ну и что они должны использовать? USDT в сети Tron, ну, то есть, логично, USDC, белый и пушистый стейблкоин, публично, публично легитимный в Штатах и уже там в Европе, в ряде других стран, да, публично, не просто там, где-то, да, и нам ничего не сказали, публично USDC, соответственно, это топ-1 сейчас и самый легитимный стейблкоин в мире. Вот, и не стоит сравнивать, конечно, с Тезером, с USDT, хотя и Тезер работает с властями США, с ЦРУ, с ФБР, и фактов много, и блокировка кошельков, и исполнение части, не всех, но, тем не менее, части санкций. Вот, и опять же, все это есть. Поэтому нет, на сегодняшний день были предложения разделить мои стейблы 50 на 50, и меня спрашивают, Дима, почему не 50 на 50 USDC начнет стоить, допустим, 0.90, а USDT будет 1.10, тем самым ты ничего не потеряешь. Прямой эфир был, я ответил, что можно и так, в принципе, можно и таким образом. Вот, но мой уровень доверия именно к Теркал, к USDC, к Американскому союзу криптонов, к убежденности в том, что нет никаких, и не было ранее никаких целей убивать этот стейблкоин, убивать иметь тент и теркал, мне подсказывают, что все-таки стоит там 95-100% стейблкоинов держать в USDC. Вот, может ли произойти отвязка? Каждый раз говорю, что стейблкоины – это не деньги, если вы хотите снизить риски, то ваша задача стейблкоины конвертировать в фиат. То, что вы можете подержать в руках или скинуть в банк тех, не знаю, если вы доверяете банковской системе, той страны, в которой сейчас находитесь, где у вас есть счет. Вот, поэтому, конечно, в то же время и USDC, и USDT подвержены риску отвязки. USDC может произойти это элементарно на фоне банкрана, что было в марте 2023 года. Вот, то есть это может произойти. Да, у меня есть мнение, что отвязка будет восстановлена. Самые опасные дни записывайте – это пятница, суббота, воскресенье, потому что если отвязка произойдет, допустим, банкран произойдет, как в тот раз, ближе к пятнице, то суббота, воскресенье – это время, когда крипто-сообщество будет что делать? Правильно, паниковать и совершать необдуманные, ну или обдуманные действия, как это было в марте 2023, если вы помните, там и топы, и Чампенжао, и Сизи, и руководители DeFi, целых огромных DeFi-проектов, да, они принимали решение USDT конвертировать в USDC, ой, точнее, наоборот, прошу прощения, USDC, который отвязался, конвертировать в USDT с потерями в десятки миллионов долларов. Поэтому самые опасные дни, конечно, это те дни, когда банки не работают. Вот, в то время я высказывал свое мнение, что USDC восстановит свою привязку, и вы помните, я разъяснял то, что это отвязка не от доллара как такового, а от USDT, то есть это отвязка друг от дружки, да, наступил понедельник, банковский день, привязку восстановили, и появились хедлайны в крипто-хедлайне, в том же втором канале, по ссылке из описания, на тему, что ряд компаний, известных, когда, в том числе и банки, были готовы помочь эмитенту, то есть Теркл готовы помочь с ликвидностью, с деньгами, вот если бы была такая необходимость. И биржа Coinbase была готова, что неудивительно, поэтому я думаю, что все-таки USDC, даже с учетом того, что есть риск отвязки, и если он через час после выхода этого видеоролика произойдет, я думаю, что все-таки привязка будет восстановлена. Вот, 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 дальше, в общем, что еще у нас может быть, Тезер, 5 апреля Binance прекратит поддержку USDC в сети Tron, Тезер, что у нас вообще по Тезер из актуального было? Так, по Тезер у нас, так, хочет стать Илон Маской, печатают деньги, помогают правительству арестовывать деньги, так все уже понимают, знают, я думаю, да, вот, все еще печатают деньги, печатают деньги, экспансия в Узбекистане, в Узбекистане еще там вроде жестятся крипторегулированию, насколько я знаю, граждан Узбекистана не допускают, да, тех же IDO-шек, допустим, там вроде и не работает, то ли OKEX, то ли Bybit, я сейчас не вспомню, в общем, у них есть там крипторегулирование, не самое, может быть, удачное для людей, кто зарабатывает на крипте, но тем не менее, Тезер туда каким-то образом, каким-то образом проникся, да, совместно с правительством, займемся развитием блокчейн-технологий, P2P-телекоммуникационной инфраструктуры. Вот, будем, конечно, за этим всем следить. Следите, в то же время у нас был тюст. На бирже Binance активно распродается стейблкоин тюст, ой, USDT в пользу стейблкоина тюст. Что тюст, что в туст, вы знаете, да, наверное, на бирже Binance это все детище, либо только CZ, его окружение анонимного, либо CZ и там Джастина Сана, да, и отчасти может быть там замешан в этом всем. Опять же, повторюсь, люди, которые не раскрывают своих имен или не палятся, как это делает Binance с печатанием тех же тюст и в туст. Вот, поэтому я и тюст в то время не рекомендовал, еще до отвязки, а тюст не мог привязаться обратно к USDT довольно долгое время. Вот, а сейчас у нас происходит такой движ и закономерно вопрос о том, что начался ли тот самый апокалипсис или начинается ли он с факта, где тюст начинает стоить дороже USDT, причем даже мне скринны скидывали, это лаг-энтерфейс или нет, я не знаю, что тюст доходил до отметки 1.14-1.15, может быть это какой-то временный лаг был, но тем не менее на 2-3% тюст стал стоить дороже USDT, вот. С чем это можно связывать? Ну, во-первых, если мы не углубляемся и не останавливаемся надолго на конспирологической теории, у нас есть факт, при котором Чампану Джау требуется заплатить уйму денег американцам, да, то есть в связи с судебным расследованием, да, и в связи с решением суда американского, я сейчас не буду вспоминать точное количество миллиардов долларов, которые СИЗИ должен выплатить, но тем не менее это большая сумма, так или иначе, да, будь то 5 миллиардов или 7 миллиардов или 3, это огромные деньги. Вот, и возможно, да, тюст распечатанный, ой, точнее USDT или тюст, соответственно, вот это вся, и в туст, короче, вот это все туда напихали и требуются какие-то, как сказать, решения, да, требуется что-то для того, чтобы добыть эти деньги, вот, поэтому это самая такая элементарная теория, да, о том, что Чампану Джау со своим окружением сейчас что-то делают, да, соответственно, совершают какие-то действия, естественно, под прямым и строгим взглядом регуляторов, там, точнее, властей США, да, потому что Binance уже контролируется властями США, ну, собственно говоря, он просто вот это делает в моменте, то есть он распродает, пусть будет тот же USDT, да, который могут и в США не принимать просто на все, да, и каким-то образом проводят свою схему по обналичиванию денег, по конвертации стейблкоинов в реальные деньги, в реальные доллары или то, что готовы принять власти США, вот, поэтому это самая такая поверхностная элементарная версия происходящего, смерть ли это USDT из-за того, что растет в цене ТУСТ по отношению к USDT, ну, как сказать, не то чтобы не думаю, вот, отвязка, она может произойти, я все равно, конечно же, как я и сказал ранее, сто раз до этого делаю свой выбор в пользу USDC, но тем не менее я не думаю, что это прям сигнал какой-то, да, то есть у нас есть еще и отказ от USDT, кстати, недавно был, вроде бы, вроде бы у нас кто-то, OKEX, да, OKEX отказал с делистин торговой парой с USDT для пользователей из ЕС, ну, внедрение новых правил крипторегулирования, я не удивлен, ну, вы удивлены и нет, я тоже нет, опять же, у них легитимный, если мы говорим про Европу, да, из сателлитов США, то, конечно, легитимный стейбл коин это USDC, почему у них не должно быть отказывать USDT, американцы разве выходили, публично говорили о том, что теперь мы с тезером кореша, да, и теперь USDT, он наш, наш стейбл во всем мире, теперь USDT ничем не отличается от USDC, теперь вот здесь тоже аудитор есть, да, в лице там компании Deloitte или большой четверки, допустим, было ли такое, нет, в теории может это произойти, ну, в теории может быть все что угодно произойти, я в такой сценарий, если честно, не верю, вот, и будут и дальше продвигать легитимность именно стейбл коина USDC, да, что ранее делали по чуть-чуть, что дальше, скорее всего, будут делать всецело и глобально, а тезер просто и дальше будет работать с властями США, может быть существовать, может в какой-то момент от тезера, от USDT, естественно, избавиться, не сразу, по чуть-чуть, шажочками, где-то там отвязочка произошла, там на Binance, TUS начал стоить дороже, OKEX отказались от USDT, да, соответственно, ну, еще что-нибудь, ну, то есть потихонечку, да, то есть резко могут это сделать, но тем не менее, пока что мы видим такие косвенные сигналы к тому, что действительно выбирать между USDC и USDT стоит все-таки первый вариант, вот, где тоже есть свои риски, но тем не менее они не связаны с тем, что USDC начнет убивать, по крайней мере в моем видении, да, то есть я так думаю, вот, в будущее никто не заглядывал, может и все стейблы скоманут, не знаю, не дай бог, конечно, вот, и риски есть, чтобы снизить риски, конвертируйте все стейблкоины или часть стейблкоинов в доллары, в реально, ну, не обязательно в доллары, в фиат, конвертируйте фиат и спите спокойно, если у вас это очень сильно тревожит, других вариантов нет, полагаться просто на мой выбор и говорить, что Дима же знает, что USDC не отвяжется, значит, USDC это и есть бакс, я не рекомендую, я не рекомендую, я также рискую отвязкой, я также рискую, соответственно, тем, что USDC перестанет торговаться один к одному там, что к USDT, что к реальному баксу. Вот, Дуквон, уже обзор идет час сорок пять, вообще у нас рубрика «Острая тема» это порядка двух часов по Дуквон, я вам хотел показать, кому интересно стенограммы, я вам покажу аккаунт один, кому интересны стенограммы, связанные с судом, в том числе и с Дуквоном, да, и с Terraform Labs, и вопросы связанные с USDC и так далее, есть журналист от Inner City Press, вы можете здесь время от времени находить стенограмму того, что происходит в зале суда, потому что он ее здесь ведет, вот видите, он даже, ну, проводит, соответственно, как его называется, ну, стенограмма, в общем, стенограмма того, что происходит, да, протокол, вот, в суде, где ему там задают вопросы, анкор, вот видите, да, то есть это вот буквально вчера было, кому интересно, я аккаунт оставлю вот этого типа, его, ну, его все знают, просто единственное, что если вдруг у вас есть или были точнее стейблкоины UST, и вы хотите держать руку на пульсе, знать о решениях, которые принимаются в зале суда, связанные с Дуквоном, то я думаю, что следить за этим аккаунтом будет, так скажем, не лишней затеей, если надо, пожалуйста, там, время от времени заходите, смотрите, смотрите, что у нас происходит, какие есть хедлайны, связанные с Дуквоном, с его арестом, с его освобождением под залог, и все в этом духе, вот, были моменты, связанные с тем, что всех проводят кампанию с целью классифицировать эфир как ценную бумагу, ребят, я на этом, ну, мы тоже присылали, причем много людей начали спрашивать о том, что, ну, про эфир ETF я уже сказал про спотовый, да, вот, о том, что все и так признают ценными бумагами, ребят, ну, Гэнслер и так уже неоднократно говорил, что все ценные бумаги, вот, и эфир они тоже там затрагивали время от времени эту тему, вот, ну, какого черта, хочется спросить у Гэри Гэнслер, раз они считали эфир ценной бумагой, почему они тогда одобрили запуск фьючерсных, фьючерсного ETF на, на, соответственно, актив, да, который, который якобы является ценной бумагой, как бы вопросы такие возникали, может быть, тезисы видели в канале Crypto Headlines, вполне логически, да, рассуждали некоторые эксперты, вот, и, ну, я, ну, это тоже странно, как бы, вот, с одной стороны, а с другой стороны, это же Гэнслер, это же Гэри и Сек, ну, от чего мы ожидали? Они 2 миллиарда потребовали от Ripple, со слов Брэда Гарлинхаус и юриста, а, главного юриста, как его называется, ну, вы поняли, юриста компании Ripple, я уже чуть устал, вы уже, наверное, ощущаете это, но, тем не менее, включите, значит, не 1.50, 1.75, ускоренный режим, вот, поэтому, ребят, я, честно, не буду ваше внимание и свое заострять на том, что делает Гэри Гэнслер, то, что делает Сек, еще раз повторюсь, он и ранее, и сейчас ничего не решает, захотят признать Сефир ценной бумагой, будет ли это повод для снижения всего крипторынка или не будет, не будут делать такой повод, ну, посмотрим, покажет время, мы в любом случае действуем, ну, опять же, в рамках плана, в любом случае действуем в рамках плана, как они там придумают или чего это придумают, эти все конспирологические теории, да, это может быть интересно и красиво звучать время от времени, но зачем, зачем это нам? Гэнслер, у Гэнслера ничего не вышло, да, в 22, 21, 23 году, что касается ценных бумаг, и эта ценная бумага, соответственно, и список ценных бумаг, он фигурирует в исках по отношению к ряду компаний, там, Кракен и другие, ну, пожалуйста, я тогда говорю, что он неплохие подборки делает по литкоинам, неплохие подборки, вот, поэтому, ну, пожалуйста, пусть расследуют, пусть там что-то проводят, будет, будь то инсайд это или нет, ну, посмотрим, посмотрим, я не думаю, что, и не думал, что Гэнслер, как это модно было в свое время утверждать, убьет криптовалютный рынок, ребят, ну, смотрите, у вас может быть другое к этому отношение, но самый пик популярности этих теорий был где-то здесь, да, и по ходу всего этого роста, вот, да, они все литкоины выросли, там, что называл Гэнслер ценными бумагами, да, эти активы дали, там, не 22 икса, а, может быть, 2, 3, 4 икса, для кого-то это все-таки мало, ну, давайте не будем, как бы, обманываться, да, Гэнслер не отработал, страшилка с регулированием не отработала, по факту, вот, я не думаю, что отработает и в будущем, за исключением, может, какой-нибудь, знаете, помните, как банкран произошел, я сказал, ну, я и смеялся, и такой был и нервный смех, и просто я, ну, не то, чтобы рвал на голове волосы, но, тем не менее, удивлялся, ну, какого черта, почему сделали такой банальный повод для дампа рынка, да, вот этот рецептационный шок, можно было бы как-то красиво, я не знаю, подойти к этому вопросу, для того, чтобы ФРС распечатать 300 ердов и просить банкам долги, можно было что-то придумать иное, если это придумают, поводом будет для снижения крипторынка будет что-то, что скажет там Гэнслер или что они сделают, ну, пожалуйста, я скорее выйду, конечно, ну, дам апдейт, свое отношение к этому выскажу, вот, ну, очень большая вероятность, что это будет просто какая-то показуха, какая-то показуха, спланированная акция, да, хэштег «Онспирология», одеваете шапочки из фольги, ну, если им это надо сделать, они это сделают, стоит ли об этом говорить из месяца в месяц, из недели в неделю, ну, как видите, нет, так, давайте дальше, Гэнслер, фьючерс, так, еще раз, ну, фьючерс, да, биржикоинбейс без лишнего шуба подала документы, мы уже это обсудили, на догикоин, LTC, биткоин кэш, форки от битка, здесь Сек и Гэри Гэнслер вместе взяты, не смогут, естественно, и все демократы, да, не могут просто выйти и сказать, что вот, это ценные бумаги, ну, это никак не может являться там ценными бумагами, можно, конечно, придраться, там, найти какие-нибудь инвестиционные контракты, и в догикоин, там, Илона Маска подтянуть, еще что-нибудь придумать или найти действительно отрыть факты, вот, но, тем не менее, здесь Гэнслеру будет очень сложно не пропустить, вот, если уже не запущено, кстати, я не знаю, может, уже фьючерсы запущены, потому что здесь самосертификация, то есть в CFTC подается документ, опять же, это юрисдикция, если мы говорим о товарах, да, через форму, я сейчас не буду вспоминать, какая форма подается, и все, и листится, это самосертификация, здесь не требуется, как сказать, подпись главы CFTC, вот, могут всплыть какие-то подводные камни, могут, там, делись в будущем, конечно, но, тем не менее, это метод, ну, как он называется, самосертификация, может быть, я определение не то вам выношу в этот обзор, но я думаю, вы контекст понимаете или видели, или видели, кстати, хедлайн, я просто сейчас его, вот, одобрение CFTC не требуется для листинга товарных фьючерсов, так как используется метод самосертификации, а пункт не мог вспомнить 40.2а, кому это важно, скорее всего, никому, вот, ну, я имею в виду сам пункт, смысл вы поняли, вот, поэтому двигаемся дальше, двигаемся дальше, рипл, регулятор сек требует от компании, рипл выплатит штраф в размере 2 миллиарда долларов, вот, в то же время вы можете ознакомиться с отношением к этим хотелкам, хачухам гэнслера у SEO, криптобиржи, да, это Брэд Гарлинхаус, юрист, рипл, стюарт и ладероти высказались на эту, ну, тему, конечно, они лицеприятны по отношению к сек, вот, и в то же время вы могли видеть после этого пост о том, что XRP, сек требует от рипл вдвое больше штрафов за один случай продажи незарегистрированных ценных бумаг, чем у JP Morgan за их десятилетнюю частью в схеме Madoff, но, я думаю, вы помните, вы помните, ну, кто не знает, что такое Madoff, Ponce, вот эта вся схема, пирамида, которая существовала порядка 20 или, там, 20 с копейками лет, пожалуйста, Google в помощь, то есть, там, столько материалов отроете, мама, не горюй. Так, вдвое или больше штрафов, вот, ребят, но здесь, на самом деле, может, чуть-чуть, чуть-чуть преувеличен этот факт, потому что, если мне память не изменяет, вот, я для себя эту информацию смотрел, там, по некоторым данным регуляторы запрашивали, или JP Morgan по факту заплатили властям США что-то порядка полутора миллиардов долларов, или 1,7, полтора-1,7, а это уже не в два раза больше, потому что от рипл требует два, вот, ну, практически как от рипл, да, ну, два миллиарда это, конечно, перебор, то есть, это, конечно, очень много, никто не спорит, и понять реакцию того же Брэда Гарлинхауса, крипто-сообщества, рипл-маньяков можно, действительно, и возникновение таких публикаций с напоминанием о том, сколько взяли денег с топ-банка за участие вот в этой схеме понца, великой и ужасной, имеет место быть, да, это нормально, конечно, 2 миллиарда это скорее, они не возьмут столько, ну, я сомневаюсь, что рипл, что даже не то, чтобы рипл не заплатит, я сомневаюсь в том, что не заплатит, а в том, что у сек получится даже элементарно через суд выбить такую сумму денег, очень сильно сомневаюсь, вот, это тем более не, это, это больше, чем было продано вообще в рамках этих инвест-контрактов, это больше раза в 3 или в 4, я сейчас не буду, там, 600 миллионов или 500 миллионов, как это такая сумма фигурировала, да, даже в 4 раза больше, чем было, то есть, в 4 раза больше сумма денег, чем, чем как раз-таки вот эта реализация самих инвестиционных контрактов, ребят, чуть устал, видите, уже, уже разъясняться тяжелее, но мы сделаем это, я добью, добью этот видеоролик, добью этот видеоролик, если не сложно подмахнуть, поставить лайк, по крайней мере, за труд, за труд, то, пожалуйста, можете это всегда сделать, вот, поэтому рипл сек, умрет ли рипл, нет, у рипл, у рипл много других проблем, на самом деле, вот, понятно, что мы не можем сейчас сравнивать, как я говорил ранее, да, и вы можете зайти в альткоины в плейлист, да, и посмотреть видеоролик мертвого альткоина в твоем портфеле, часть 2, ну и другие обзоры, вы помните, да, то, что мы не можем сравнивать, допустим, рипл и кричать о том, что нет роста токена XRP, только потому, что, допустим, солана выросла в 10 раз, а рипл нет, или какой-либо другой токен вырос в 5 или в 7 раз, ребят, у рипл нет экосистемы, это факт, рипл, какая еще есть проблема в том, что, в том, что компания рипл, внутренняя проблема, которую еще не решило ни сообщество рипл, ни люди, которые верят в это, как сказать, в какое-то будущее, да, а тот же Брэд Глинхаус, да, и технический директор Шварц, или как его, они еще, так скажем, не разобрались со своей внутрянкой, они не поддерживают всю экосистему, вот в чем еще проблема, вот и тот же Сологеник, Ликориум, который создавали, да, и что разрабатывали всю эту историю на протяжении там двух или трех лет, помогали вообще XRP Ledger встать на ноги как-то, да, заявить о себе, провести некоторые апдейты, обновления, запускать вот эти цепочки, я сейчас технической точки зрения не буду вам объяснять, у меня не было и нет таких целей, но тем не менее, есть проекты, есть действительно талантливые ребята, люди, которые душу, так скажем, всю, ну не всю свою, может быть, громко сказано, но тем не менее, посвятили, посвятили рипл, да, а рипл, ну как-то, так скажем, не поддерживает, но опять же, повторюсь, те же вопросы, связанные с салогеником или салоджени, как вы называете, там, кориум, ну, то есть и другими разработчиками, не всем, не всех отблагодарили, не всех выводят в свет, да, или позиционируют, или поддерживают деньгами, то есть такого нет, поэтому рипл, помимо того, что есть еще не решенные до конца на 100% вопросы, связанные с сек, хотя я считаю, что, ну, 99% там уже и так все понятно, вот, и там осталось-то, да, что там, по штрафу договориться и все, но так еще есть и некоторые проблемы внутри сообщества, да, то есть рипл в самом начале, нет никакой экосистемы для толпы, вот, поэтому, ну, для толпы вы поняли, в каком контексте, я надеюсь, да, это не с той точки зрения, что толпу засадят, сейчас на этих значениях, потом на 5 центов сходим и так далее, вот, короче, нет экосистемы, нет повода глобального, на чем расти рипл, на CBDC далеко не уехали и не уедешь, это факт, я его озвучивал, да, и, в принципе, вы сами, я думаю, и так додумались до этого на основе огромного количества хедлайнов, которые выходили на тему сотрудничества рипл с той или иной банковской компанией, да, или финансовой организацией, вот, на этом далеко не уедешь, ни на CBDC, ни на каких-то победах связанных со скоростью, со скоростями или сотрудничеством трансграничных платежей, нужна, требуется экосистема, вот, поэтому, да, XRP, Ledger, это все дело развивается, пусть развивается, но в то же время и Бреду Голлинхаусу, и техническому директору, конечно, стоит, ну, как сказать, внимательнее, да, внимательнее относиться к тем людям, которые потратили, ну, огромное количество времени, да, и своего ресурса, и ресурсы своей команды на то, чтобы вообще о рипл до сих пор вообще кто-то говорил, вот, и верил в то, что будет создана экосистема, да, и рипл в каких-то моментах начнет, так скажем, побеждать. Вот, дальше, давайте, да, чуть-чуть закругляемся, или почти закругляемся, наблюдаются проблемы, ну, вот топы есть еще и, да, вот это ML, то, что недавно запускали, давайте, не буду сейчас зачитывать, посмотрите, вот, есть и проблемы с технической точки зрения, но мне присылали и говорили о том, что сейчас там рипл рухнет еще куда-нибудь, ну, ребят, еще раз, давайте вернемся к основам основ, да, и не будем, как сказать, отмахиваться от фактов, у рипл становление, если мы говорим о создании экосистемы, ее нет, вот, все ли экосистемы, та же солана, сколько отрубали там, сколько она не действовала, не работала, да, находилась в стопоре, и причем и во время разработок, да, и уже потом, когда все знали об экосистеме соланы, был некоторый хайп, вот, поэтому рипл, так как они только начинают, вот, или продолжают, ну, соответственно, могут быть, естественно, какие-то проблемы, они есть здесь и сейчас, и поэтому-то, еще поэтому-то я взял рипл в этот видеоролик, чтобы еще раз напомнить вам, что рипл, ну, не должен расти, то есть нет такого, что рипл не вырос, потому что это плохой токен, потому что он не будет расти или еще что-то в этом духе, экосистемы нет, где токены не растут, это, ну, основа основ, это такая простая, так скажем, простая математика, да, простая составляющая, простая, простая истина, да, от которой можно уже дальше дополнять ее какими-то другими дополнительными критериями, связанные с маркетингом, связанные с самим приложением, насколько оно хрененское, да, или игрой и так далее, и так далее, вот, поэтому как-то так, проблемы будут наблюдаться, они есть, и я надеюсь, что рипл их решит, естественно, и рано или поздно экосистема появится, я, по крайней мере, в это верю, то, что компания рипл побеждает там в ряде номинаций, да, как лучшая платформа электроносграничных платежей, но в то же время и лучшая инфраструктурная платформа DeFi, нужно было выделить это слово, да, это аббревиатура DeFi, обязательно, через компанию Metaco, Metaco они ее выкупили, вот эту компанию, да, это хорошо, да, это плюс, победа ли это глобальная, что рипл, опять же, почему не растет, стоит ли задаваться вопросами, нет, сколько угодно этих премий может прийти, но тем не менее нужна экосистема, в США, в мире, не готовы делать в мире, пусть делают только в США, большую экосистему только для жителей США, я очень слабо в это верю, что произойдет некоторая локализация хайпа, связанного с экосистемой рипл, я считаю, что все-таки это международная история, глобальная, как и в Coinbase, помните, был момент, когда люди думали, что Coinbase не будет развиваться в других странах, локализуется, или там то, что в USDC ведут какой-то AML, KYC, все, у кого есть USDC, должны будут подтвердить свои данные, я писал на эту тему, что в этом нет вообще ничего, какой-то логики и так далее, вот, учитывая там самую простую истину, что властям США, американцам требуется поднимать уровень доминации элементарно доллара, да, поэтому какой смысл брать и хранить USDC, вот, поэтому по рипл, ну рипл, а что, почему бы им не развиваться на всю планету, по крайней мере, в странах-сателлитах американских, да, тут даже Южная Корея, Япония, практически вся Европа, вот, ну и ряд других стран, поэтому, странные локации, поэтому, ну вы поняли, вот, поэтому рипл может, может развиваться, естественно, и будет развиваться, я в это верю, но, как бы бросаться в эти хедлайны, скидывать мне или кому-то и говорить, а что нет роста, ну, в этом смысла нет, понимаете, экосистемы пока нет, если вы ищете какой-то большой топовый токен без экосистемы, можно ли идти в Солану, да, можно, выросла Солану с 4 миллиардов капитализации, там, сколько она стоила, 8 долларов, или сколько там капа была, плюс-минус, да, 4 миллиарда, выросла до 90, не может рипл вырасти с 30 на 300, может, может, и физически, и математически, и под любым другим соусом, фактическим, историческим, конечно, это может произойти, но это не произошло, не потому, что этого не может быть на дистанции, а потому, что, ну, не было, опять же, поводов глобальных для того, чтобы увидеть такой резкий всплеск активности, связанных с тем, что люди побежали покупать токены XRP, вот, крупный игрок, капиталы, манипуляторы, называйте как угодно, поддерживали бы этот большой тренд, такого нет, будет ли, я считаю, что да, я считаю, что это произойдет, вот, по рипл, посмотрите, альткоин, вот сюда зайдите, там, может, чуть больше послушайте, кому это интересно, вот, Solana теперь топ-1, опять же, не только Engeco, и в Solana, в экосистеме Solana действительно активность транзакций, активность ежедневных, еженедельных, ежемесячных кошельков, она бьет все рекорды, вот, и это к вопросу о том, что, чего на рынке не может быть, то есть, опять же, да, Solana 200 долларов, капитализация доходила до 90 миллиардов и больше, вот, а была капа 5 миллиардов, то есть, для кого-то уже, опять же, если вы зациклены на цифре, там, на рыночной капитализации, либо на размытой капитализации, вам уже рынок, уже в который раз, не я, а рынок, показывает, что зачем, ну, зачем вы смотрите на эти цифры, опять же, рост экосистемы, рост токена, да, бывают диссонансики, когда растет экосистема, и пока что не растет, так скажем, сам токен, вот эти токены, этих экосистем, почему бы не рассмотреть и не инвестируют в них, если вы в них верите, допустим, из последнего, Эптос, капитализация 5 миллиардов, я не говорю, что она обязательно дойдет до 90 миллиардов, это больше 10 иксов, это, ну, чуть ли не 20 иксов, да, 100 миллиардов, это 20 иксов капитализации Эптос, Эптос сейчас растет, и обзор я, кстати, вот же записал, вот, вот здесь, Эптос, но в то же время может расти еще, да, то есть не потому, что там какой-то потенциал, не потому, что я там призываю покупать вас что-то на хаях, вот, но тем не менее, тем не менее, 5 миллиардов, 10 миллиардов, 3 миллиарда, 2 миллиарда, это ни о чем, да, это ни о чем, и на коррекции на пике медвежьего тренда, что вам доказала, собственно говоря, экосистема Солана, хайпующую Солану покупать за 200 или покупать, допустим, тот же Эптос с капой в 5 и без, без хайпующей экосистемы, ну, я скорее за второй вариант, если вы считаете иначе, Солана отработала, кстати, зону 27, зона для инвестирования, ну, по сути, здесь идет фиксация какая-то, да, или ожидание еще большего количества иксов, потом здесь придумать вам, выдумать план о том, что Солану пора начинать покупать, я не могу, естественно, вот, поэтому и XRP в то же время 30 миллиардов, то есть почему XRP не может дать там условные 3 икса, как бы, в чем вопрос, если бы у XRP, у Ripple была бы экосистема хотя бы близко, хотя бы процентов на 10 хайпующие или похожие на то, что есть у Соланы, ну, здесь было бы уже не 35, а скорее 135, достаточно было бы хотя бы кусочка хайпа, кусочка роста экосистемы, да, и так далее, поэтому Ripple даже несмотря на 30 миллиардов капитализации на сегодняшний день и на вчерашний, и на завтрашний будет, есть и был стартап, вот, и Ripple действительно банковская, лидер банковского сегмента называют все еще стартапом, вот, если вы смотрели, может быть, какие-то интервью, статьи, залезали в ходлайны и могли это увидеть спокойно, это же относится к Cardano, это же относится и к Avalanche, это же относится и к Tone, несмотря на то, что блокчейн, токен Tone стоит уже 5 долларов, и Tone был, было вроде бы, да, в этом видеоролике последнем, вот, это же относится и к Polkadot, это же относится и к Polygon, вот, с капой в 9 миллиардов долларов, ну и так далее, вот, поэтому если, например, у вас в голове возникает вопрос, а что покупать, Солана выросла, значит, если не Солана, то ничего нельзя покупать, можно, да, можете покупать, опять же, если мы говорим про венчурное инвестирование, ну, и вы готовы покупать то, что еще не раздули, даже с элементарных теорий о том, что все везде одни пирамиды, пузыри, и когда-то это все дело рухнет, то скорее стоит приобретать, стоит инвестировать в то, что еще не отработало, и даже близко не отработало, где нет экосистемы, опираясь, основываясь на простых элементарных истинах, да, о том, что токен экосистемы растет на росте экосистемы, да, и растет на хайпах, на маркетинге и все в этом духе, вот, либо растет, либо появляется уже с экосистемой с большой, так скажем, с ТВЛ, по крайней мере, там в 3 миллиарда, как это было у Арбитру, допустим, да, то есть есть там некоторые, так скажем, эти самые детали, да, но суть, она остается прежней, растет экосистема, растет токен, хайп в экосистеме растет, растет токен, как сделают хайп, вас это не должно волновать, да, тем более вы находитесь на крипторынке, вы уже убедились в том, что здесь скорее мемкоины растут в 100 раз, да, а токены экосистемы могут дать там 2-3, там максимум 5 иксов, вот, а может быть на широком рынке альткоинов, когда произойдет глобальная фаза альткоинов, фаза альтсезона, мы не увидим вообще больше 20-30-40 иксов, может быть так, может быть я пальцем в небо, кто-то скажет, может быть, я просто про то, что здесь может вырасти все, да, то есть и говнокоин, и токена экосистемы, да, и салану хранить не стоит, и на капитализации зацикливаться, это просто глупая затея, вот, в принципе все, единственное, хотелось бы закончить с тем сюрпризом, который я действительно верю, и я писал об этом в телеграм-канал, да, о том, что твиттер, Илон Маск, он публично все-таки поддержит некоторый блокчейн, у них уже 22, у них уже лицензии на платежные услуги в 22 штатах США, я очень сильно сомневаюсь, учетом того, что делал, что может сделать Илон Маск, да, и не то, чтобы он любитель там всего хайпового, конечно, может быть и нет, может быть отчасти да, только лишь, вот, не имеет значения, я считаю, что, во-первых, учитывая мои старые прежние тезисы, которые на сегодняшний день актуальны, что блокчейн-индустрии только развивается. Да, раньше она могла развиваться исключительно в, через призму, так скажем, обыкновенных элементарных, так скажем, потыкать, посмотреть, ой, да, это работает, пойдем покупать, да, или вот этот бум ICO, когда, ой, это криптовалюта, пойдем брать, пофигу там, на чем растет, все росло, да, то есть, а если мы говорим все же про создание больших бизнесов, больших компаний, корпораций с блокчейном на борту, то никакого хайпа, пика хайпа, ничего нет, да, и пика хайпа связана с тем, что тот же биткоин ETF покупают на балансе ряд компаний или огромная часть компании, тоже ничего нет. По сути, через, так скажем, законного с блокчейн-технологии мало что сейчас есть, законного хайпующего, да, или на дистанции мы это будем смотреть и наблюдать скорее, когда искусственный интеллект будет объединяться с блокчейн-технологиями, да, вот, возможно, токенизация, тот же нарратив RWA, RWA, окей, либо D-PIN или гейминг-индустрия, а тоже пика нет, да, Web3, самое простое проявление Web3, это что? Правильно, Web, все, уже устал, это гейминг и социал фай, да, то есть это все, что связано с социальными сетями, социал фай, сюда входит и твиттер, вот, поэтому я думаю, что да, самые простые проявления, самые простые победы, успешные успехи и так далее, связанные с блокчейн-технологиями, это гейминг-индустрия, это социал фай, поэтому все впереди, и вот он все впереди, я надеюсь, они будут поднимать свой уровень значимости все-таки через что-то более, так скажем, ну, может для кого-то интересное, может для кого-то серьезное, да, не просто тапать по экрану, вот, и у твиттера, да, соответственно, и у гейминг-индустрии, в общем, все впереди, я считаю, что все впереди, считал, озвучивал это вам ранее, тезисы вкидывал, аргументы, для кого-то этого было мало, может быть, я стараюсь, опять же, поделиться своим, моя задача делиться ходом рассуждения, ходом мысли, могу ли я это вообще не делать, могу, то есть я могу не делать и завтра не делать, то есть мне финансово это не требуется, допустим, вот, да и YouTube, в принципе, же не платит за каждый мой выпущенный видеоролик, за то, что я говорю вам, два часа поднял 27, мне кто заплатил, никто, то есть вы думаете, что я сижу здесь распинаюсь только потому, что мне это надо, мне это не надо, по большей части, если, опять же, как сказать, вы думаете, что мне делать нечего, ну, сильно ошибаетесь, да, то есть мне не 15 лет, не 20 даже и не 25, у меня есть ребенок, есть супруга, мы живем в прекрасном месте, где можно с утра до ночи гулять, наслаждаться жизнью и кайфовать, вот, поэтому, ребят, кто, ну, понятно, что есть люди, которые напишут или написали ранее о том, что это вода, о том, что ой, а каковы большой видеоролик, проходите мимо, то есть, значит, этот формат не для вас, значит, идите смотрите рифоводские видеоролики или развлекательный контент, да, с прекрасным сценарием, да, с прекрасным монтажом, да, с прекрасным замечательным таймингом, но это не про меня, да, с 19 года есть и такие, и много видеороликов с таймингом полтора часа плюс, плюс эта рубрика «Острые темы», эта рубрика будет всегда такой продолжительной, но в то же время у вас в вашем распоряжении будут тайм-коды, поэтому, кто ценит, минимум, что вы можете сделать, это поставить лайк, максимум, если не лень, высказать свое мнение в комментариях к этому видеоролику, вот, кому что-то не зашло, не заходит, длинная вода и так далее, пожалуйста, то есть, вперед, можно проходить мимо, еще раз повторюсь, никто никого не держит, наручник моих батарей не пристегивает, вот, все, все, всем пока, и особый респект тем людям, кто посмотрел или, по крайней мере, послушал как подкаст от начала до конца, спасибо вам за внимание, за некоторую часть доверия, но опять же, повторюсь и буду это делать, принимайте, пожалуйста, решение самостоятельно, осознанно, дружите с головой, не занимайтесь самообманом, всегда нон-стопом актуален самоанализ, да, если вам нужно забрать вложенные, забирайте, никого не слушайте, 30% вырос токен, вам нужны деньги, забирайте, соответственно, готовы ждать десятки иксов, держите, ждите десятки иксов, вот, пожалуйста, план, действия, все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok